Вы слушаете авторскую программу «Открытое сердце» с Ольгой Онищенко. Программа, которая исцеляет, ободряет и помогает проходить трудные ситуации в жизни. Друзья, мы приветствуем вас. Вы слушаете программу «Открытое сердце» ведущая Ольга Онищенко. В гостях у нас сегодня очень непростая и интересная женщина с большим опытом жизни, с большим образованием. И сегодня она расскажет, что она прошла, к чему она пришла. Друзья, послушайте, кто эта женщина? Ирина Марков-Шагал из Израиля, город Эйлат. Ирина является внучатой-племянницей великого художника Марка Шагала. Ирина – это великий художник, почетный член Российского Творческого Союза Работников Культуры. Вице-президент Альянса Народов Мира в Департаменте Культура. Руководитель Израильского Представительства Всемирного Бизнес-Альянса Русскоязычных Женщин. Член директориона Ассоциации Русскоязычных Женщин в Израиле. Посол доброй воли. Награждена медалями за вклад в культуру и искусство Русской Федерации и честь и достоинство. Мы понимаем, друзья, что с нами человек непростой. Вот эта запись, свидетельство жизни Ирины будет очень интересна. Тему мы назвали сегодня «Кица Феликс. Возвратилась из пепла». Ирина нам расскажет, что она прошла в жизни, как ее жизнь развернулась вообще на 180 градусов, как она была при смерти, Бог ее восстановил. 58 лет она взяла за кисть и сегодня это знаменитый художник мира. Поприветствуем Ирину. Ирина, добрый день. Спасибо огромное, что вы согласились сегодня рассказать о своей жизни. И я верю, что мы не одну радиопередачу проведем. Мы сначала расскажем о вашей жизни и потом о ваших проектах, о ваших достижениях. И как же мы в сослужении с Организацией Открытое Сердце через Альянс Народом Мира планируем сотрудничать и чего мы в жизни будем достигать. Друзья, прошу, не забудьте поделиться этим видео. Оставайтесь с нами до конца. Будет очень интересно. Ирина, добрый день. Как у вас настроение? Готовы ли вы сегодня открыть свое сердце и рассказать о своей истории жизни? Добрый день. Во-первых, спасибо. Я очень благодарна, что вы меня пригласили. Это у меня уже вторая попытка беседы с американскими слушателями. Где-то больше года назад я была в Америке со своим туром и у меня брал интервью очень интересный человек, пастор Раймонд, знаменитый Раймонд. И где-то в преддверии Рождества католического передача уже шла со мной. Но я думаю, что это не лишнее будет нам еще раз познакомиться, особенно с теми людьми, которые меня еще и не знают. Ну, я тоже вас не знала, буквально познакомилась пару недель назад. Я думаю, я не одна такая. И может быть, даже за последний год у вас в жизни очень много нового произошло. Поэтому, я думаю, все люди, кто нас будут слушать, это будет новая публика. Мы еще и еще раз хотим услышать вашу историю, Ирина. Ну, история очень неординарная. О том, что я принадлежу, что родство с Марком Шагалом у меня, я об этом узнала в 10-летнем возрасте от своей бабушки, которая, вот представьте, картина, мы с ней вдвоем в трехкомнатной квартире сидим. И вдруг я бабушке гадала на картах, так как она не замужем. И я ей гадала, конечно же, на жениха, 10-летняя девочка. И вдруг бабушка меняется в лице и шепотом начинает мне говорить, Ирочка, а ты знаешь историю нашей семьи? Шепотом. Никого в доме нет. Я еще очень удивилась. Бабушка такой была легкий человек, веселый. И вдруг вот этот шепот, эта серьезность, несвойственная ей, меня очень поразила. И она мне рассказала историю, во-первых, что мы родственники Марка Шагала, и что когда Марк Шагал, уехав во Францию, получил гражданство, это было 7 июля 1937 года, Мой дедушка, работавший в НКВД, был взят, в общем, его арестовали, и обвинив шпионажи, расстреляли в 38-м году, в начале 38-го года. Поэтому мой папа в полугодовалом возрасте стал сыном врага народа, а его назвали в честь Марка Шагала. Он прямо полный тезка его. Почему я Ирина Марковна? Вот. И фамилия родовая осталась. А бабушка себе даже фамилию, значит, сменила на свою девичью, чтобы ее не взяли. Потому что были те времена, когда и жена шла следом за мужем, а ребенка должны были в детский дом отдать. Но человек, который арестовывал моего деда, вот, капитан, он оказался очень человечным человеком. Он пожалел бабушку, сказал, возьми два чемодана и беги. Ребенка, два чемодана, я отвернусь. И, в общем, бабушка собрала пеленки, вот в один чемодан платье, в другой что-то там, утверк какую-то кухонную, и на вокзал. А поезда тогда ходили раз в трое суток. И, конечно, на нервной почве ни молока уже не было, полугодовал и ребенок на руках. В какой-то момент она уснула, и два чемодана, конечно же, украли. В общем, когда она к родственникам приехала, папа был уже в тяжелом состоянии, но выходили его. И они скрывались очень долго. И мы даже не знали, что в 57-м году дед мой был реабилитирован. Конечно, он не был никаким шпионом, конечно же, он даже в своем объяснительном первом, когда вот его объяснительные с него брали. Я читала его дело. Он говорит, я не понимаю, за что меня арестовали. Может быть, что-то я на работе не так сделал. Но если мы там срываем сроки строительства, может быть, я как-то это... Мы все наверстаем. Он никак не мог понять, за что. Ну, а потом оказалось, что... Ну, вот цена, получается, родства с семьей Марка Шагала была вот такой тяжелой. Это такие времена были. В этом нельзя винить самого Марка Шагала. Он даже и не знал за то, что вот так расплатился жизнью человек. Ирочка, где вы жили? Где вы родились? Какое место? Я родилась в Таганроге. Это Ростовская область на Дону. Мама с папой тоже там познакомились. Моя мама из дворянской семьи. И очень интеллигентная семья была. Но в революцию всех расстреляли, и в живых остался только мой дедушка 11-летний и его 7-летний брат. Но что самое интересное, вот система обучения была точно, как в книге «Война и мир». Я удивлялась, когда дедушка в 70-летнем возрасте и плюс играл на рояле без нот Шуберта, Бетховена, Шопена, так же, как и бабушка, папина мама. То есть какое же было образование, когда они знали несколько языков? Он в совершенстве знал несколько языков. Удивительно. Я его спрашивала, дедушка, а как? Он говорит, читай «Войну и мир». Ты же помнишь, как у Малконского, как внука воспитывали. В углу стояли розги. И вот если в полшестого утра, значит, подъем и обучение. Если ты не хочешь, тебя вбивали. Это все. Ира, я знаю, что вы сейчас в настоящее время живете в Израиле. Поэтому, скорее всего, у вас есть еврейские корни. Правильно? У меня папа еврей, чистокровный получается. С маминой стороны, это полный букет национальностей. То есть там грузинский князь, там японская кровь, потом русский, украинская, а с папиной еврейская. Поэтому, когда говорят, что посол доброй воли, посол мира, это как раз ко мне. Во мне все эти крови как-то мирно очень уживаются. Почему я считаю своим долгом, в общем-то, нести вот такую народную дипломатию? Ира, если вы не против, расскажите, пожалуйста, кто такой посол доброй воли? Потому что некоторые люди, особенно находящиеся в Америке, для нас даже тяжелые эти слова, и трудно понимать. Расскажите немножечко о себе, кто вы сейчас, и потом мы вернемся назад в ваше детство и вашу молодость и дальнейшую жизнь. Ну, надо знать так, что Израиль – это очень своеобразная страна, она в окружении арабских стран находится. И до сегодняшнего дня всего было два мирных договора, это с Иорданией, с Египтом подписаны. А все остальные страны, если не враждебно относятся, то все равно как-то вот и негативно. И я своим творчеством, вот когда стала писать картины и стала выставляться по всему миру, и я первая, скажем так, ласточка в арабских странах, с теми, у кого Израиль не подписывал, не то что мирных договоров, а даже есть, просто никаких даже контактов нет. И инициатива, что я посол доброй воли, была даже не от государства Израиль, от арабских стран. Значит, когда впервые в Арабских Эмиратах я выставлялась, то они меня и назвали за мое мужество, потому что я отчаянно настаивала. У меня два гражданства, российское и израильское. Я могла спокойно написать, что картины, внизу подписывается, какая страна, участвовало 65 стран. Я могла спокойно написать, Россия. И не было никаких проблем. Но это тогда была бы не я. Это в черте моей характера вот надо добиваться. То есть, ребята, вы должны меня воспринимать такой, какая я есть. Отбросьте всякую шелуху внешнюю, вы посмотрите на меня саму. Кто я и что я. Что я несу миру. И когда разрешили участвовать мне, это был вот первый такой вот сигнал, что именно человек с непростой такой жизненной позицией, вот жизненным таким вот кредо пробивает дорогу именно к чему? К миру. Сейчас уже с Арабскими Эмиратами у Израиля подписан договор. Но следующая была, следующая страна была Катар. А Катар это совсем недружественная даже на сегодняшний день страна. И вот представьте, 65 стран участвуют или 130 и флага израильского нет. Я заставила, поставила свою команду, потому что я сама не имела права приезжать в эту страну. Я могла как россиянка, но я не стала, понимаете, я не люблю в такие игры играть. То есть, если нельзя израильтянам, я не поеду. Но картины мои поехали. И если вы разрешили участвовать в моем картинам и написали внизу «Израиль» под картинами, у меня есть очень интересные фото, я потом предоставлю вам обязательно эти фото, когда женщины в хиджабах черных смотрят мои картины. Вы понимаете, ни одного негативного момента не было. Перед моими картинами фотографировались и министр спорта, и министр культуры. И, понимаете, вот вся верхушка. И до Эмира дошло, что я поставила свою команду с нарисованным флагом израильским, это был Демарш. И вот за смелость мне Катар лично, вот Эмир Катара подарил тарелочку на память. За смелость. И вот я подтвердила вот это вот звание, действительно, что посол доброй воли. И теперь у меня очень большой амбициозный проект, конечно, со всеми странами Персидского залива. Подружиться. Именно протянуть им руку народной дипломатии. Ведь люди видят, что у нас сближение народов, когда идет на таком уровне, культурном, гастрономическом, то есть получается, что мы с вами видим, что мы ничем не отличаемся друг от друга. У нас одни и те же чаяния. Пусть у нас разные конфессии религиозные. Мы через это можем с вами переступить, потому что если будем уважать друг друга, то есть это все будет нормально. То есть это не мешает идти к миру. Но если политики не захотят, нас будут разделять. И я своими поступками, вот понимаете, я показываю, что, ребята, я точно такая же, как и вы. И у меня все те же вот интересы в жизни, как и у вас. Те же проблемы жизненные и те же ценности в жизни, понимаете? И меня слышат. очень-очень-очень-очень трогательно. Ира, я прямо восхищаюсь вам. Я тоже, мне кажется, достаточно смелая и мне очень интересно узнать всю вашу жизненную историю, потому что я знаю, это было нелегко. Давайте вернемся в ваше детство. Расскажите немножечко о вашей маме, папе, как проходило ваше детство, было ли оно счастливым, были ли у вас братья и сестры, как продолжалась ваша молодость, где вы выучились и как вы познакомились с вашим мужем. Вы даже не представляете, во что вы сейчас вписываетесь, какую историю. Интересно, что вы слушаете. Вы представляете, еврейская семья никогда с другими нациями не была связана, то есть вот еврей обязан был жениться на еврейке, еврейка выходить замуж и папа, нарушив все законы. Ну, я достойная его дочь, получается, вот. И он влюбился в русскую девочку. Ну, русская тоже условно, потому что я вам перед этим рассказывала, сколько намечано кровей у моей мамы. И мама, воспитанная в такой, что она ощущала себя. Я дворянка, она говорила, я не могу. И она держала вот этот, у нее внутренний какой-то был столб, вот понимаете, интеллигентности, воспитанности, что она до своего уровня поднимала всегда все окружение. То есть вот слово непорядочность, это никак нельзя было сказать, что у меня мама могла какой-то подлый поступок совершить. И папе это нравилось очень. И я вот знаю, что он как-то всегда вот при маме даже нельзя было анекдот какой-то рассказать. Он говорил, не порти мне маму. То есть мы с ним могли друг с другом поделиться каким-то анекдотом, но папа решал, можно это маме слушать моей или нельзя. То есть даже до такой степени. Так как я родилась сразу после школы у них, то есть это было так, его в дверь выгоняли, он в окно и забирал свою галочку. В общем, вот такая была вот сумасшедшая любовь. И когда я появилась, вот родители мамины говорили, ну отдайте нам Ирочку, ну вы еще такие молодые, давайте, вы еще не готовы к семейной жизни. Они нет. Вот как-то студенты. Я помню, через какие мы прошли тяжести, когда папа был вечно голодный. И я его кормила, когда я возвращала, он меня забирал из садика. В садик я шла сама. То есть я самостоятельная. Я в три года ходила в магазин. Первый мой поход был в магазин, когда мне дали купить хлеб 20 копеек. Мама сказала, тебе дадут две копеечки, две монетки. Но мама не подумала, что могли дать двушку одной монеткой. И вот Ир, которая не достает до кассы. А кассы были тогда раньше высокие такие стеклянные эти подиумы. И вот там сидит эта тетка, вот кассирша. Меня не видно. Я только руку протягивала, значит, чтобы хоть какую-то монетку ей положить. Но она мне дала не две монетки, она дала двушку одной монетой. Вот. Ну, раз такая нечестная тетя, я не могла уйти. Ага. Я поняла, что я ждала вторую монетку. Я стояла и плакала. Ну, как я могла, когда с флагом, это понятно, взрослая уже женщина, я уже могла противодействовать. А там еще такая ситуация, я еще, это был первый мой такой вот демарш, я просто стояла и рыдала. Значит, из соседних отделов магазина мне принесли селедку, печенье, конфеты, и я четко все это складывала в сумочку к своей буханке хлеба. Но я не уходила, потому что копеечку мне не додали еще. Через час пришла мама вся в растроганных чувствах. Где ребенок? Куда пропал ребенок? Ребенок стоит уже полная сумка продуктов. Когда выяснили, что мне копеечку не додали, оказывается, все додали, просто не объяснили правильно. Говорит, вот неправильно вложили в ребенка. А продукты забрали домой? Трудное было это у меня забрать эту селедку с печеньками. Я должна была кормить папу. Потому что каждый день после садика туда сама, а оттуда папа приходил. Потому что в кармашке у дочки лежал треугольный сырочек, две конфетки и печенька. И как я могла расстаться вот с этим добром? А чем бы я кормила тогда папу? Одним хлебом, что ли? Вот. И я помню, как тяжело они жили, как... Понимаете, подарком было, когда мы в субботу всей семьей ездили. Это было в Волгограде, а получился сельскохозяйственном институте. Когда мы на набережной на лавочке садились, бутылка молока, 200 грамм колбаски, булочка, и мы на троих честно делили. Это было самое вот... Это пиршество было тогда. Вы понимаете? Вот такие были времена. Но самый забавный случай был, когда мы жили в мужском общежитии, четырехэтажное мужское общежитие, где только разрешили папе с семьей быть ребенком. Нам просто одну комнатку выделили. И каждый из этих ребят, которые от родителей получали посылки, они, конечно же, меня зазывали и давали, кто яйцо, кто ту же конфетку. Я приходила с полным подолом вот таких вот дарей, и папа отправлял меня обратно. Он говорил, ни в коем случае, мы что, нищие, что ли? Иди обратно. Откуда я знаю, на каком этаже, что мне дали? Это такая трагедия. Но вот так папа учил, что у меня не было ни одной игрушки, ничего не было, просто ничего. И вдруг у меня появился пупсик, маленький пупсик, сумочки в виде коляски. Я пошла с этим пупсиком в садик, и у меня его украли в этот же день. Нас положили спать, я проснулась, колясочка есть, а пупсика нет. И я пошла к подружке из богатой семьи, а у нее 150 было куколок, и я у нее украла куколку. Когда я приволокла ее домой, мне сказали, ты воровка, это не наша дочь, вот сейчас же вернуть. Я несколько часов стояла за дверью, как я могла сказать слово, что я воровка? То есть я готова была вернуть куклу, но вот выдавить из себя, что я воровка, вот возвращаю как воровка, это был, это такой был урок, это урок был на всю жизнь, понимаете? И вот я так думаю, мой характер вот тогда и ковался. То есть когда вот надо было последним кусочком поделиться с папой, то есть если ты какой-то неблаговидный поступок совершаешь, ты не наша дочь, ты должна была вот быть лучшей. И вот это вот какой-то перфекционизм, то есть я лучшая, и всегда вот меня ставили на эту таблетку, ты лучшая должна быть. Наверное, это хороший урок, хороший, наверное, базис в меня заложили. Основа, наверное, так она и должна быть. Интересно очень. Если я получала четверку, правда, папа говорил, ты не моя дочь, ты мамина. А девочки всегда считают, что папа это самый любимый, у девочек папа номер один. Вот для меня была жуткая трагедия, поэтому четверки просто не должно было быть у меня. Ради, все острые были у вас? Нет, я была единственная. Первая любовь в каком возрасте была у вас? Шестой класс. Да. Старшего мальчика. Который на дух меня никак не воспринимал, а в меня влюбился его младший брат. То есть, все вот так вот, шестой, восьмой, десятый класс, вот так. Но, когда впоследствии, лет в двадцать, он стал за мной ухаживать, посмотрела другими глазами. Нет, так неинтересно казался. И вот это вот, так я сама за собой наблюдала. Боже мой, в кого же я была влюблена? Как же я могла-то? А тогда казалось, это просто такой фетиш, просто вот, что-то изо мной. Да. Ира, куда вы пошли учиться, на профессию, на специальность? Я училась в физико-математической школе. И там было такое разделение, математические классы, физические, химические. Я училась в физическом классе. Весь класс пошел на физфак, и я с дури тоже пошла на физфак. И только потом я поняла, что это не мое. Дело в том, что я по своей сути, я бизнесмен. Я родилась такой. То есть я в три года ходила с бабушкой на базар и продавала клубнику и малину с сада. Дедушка заболел, и его комиссовали, он в органах работал, его комиссовали. Бабушка в то время не работала. Так, в общем, дети студенты, то есть это вот, вы представляете, вот жуткая ситуация. И меня на леток бабушке привозили, и мы с ней собирали клубнику и малину. Так вот, кушелек с трех лет был у меня. И у бабушки. И она говорит, я так всегда переживала, так переживала, что бабушку в соседке купили, а вдруг у нас не купят. Нам же дедушку кормить больного. Вот, а нам надо обязательно ему курочку, бульон же сварить, нам обязательно надо. Вот, она говорит, я так перекладывала вот нежно эту клубничку с малинкой, чтобы только вот этот товарный вид вот. Но самое главное, по тем временам это было очень дорогое удовольствие клубника с малиной. Вот, и когда давали мне пять рублей, я должна была два рубля сдать с дачи, вот это было невозможно. Пять-то я брала в кошелек, но меня минут пять потом уговаривали с дачи дать. Да, да, да. Вот это самое тяжелое было расстаться вот с этими денежками. Потом, ну, где-то в первом классе мне давали на пирожки, я их копила, эти денежки. Вы скажете, для чего? Я буратино, я их закопала. Я должна была вырастить, должна была семье помочь. Очень тяжело мама с папой жили, денежек не было, бабушке тяжело, второй бабушке помочь. То есть я закопала эти денежки. Слава Богу, папа в окно это увидел. Откопал все мои вот заверши. Меня сильно ругали, что мне на еду давали, а я вот я копила и закапывала их. Я была бы... Вы еду не покупали? Нет, нет. Я должна была кормить. Я с трех лет, ну как же, если полдень папе отдаешь, то, конечно, потом весь ужин я должна была это копить. Ну, вернее, это в школе нам на обед давали по пять копеек на эти. Я копила. Ир, когда вы поняли, что физика это не ваше, что было дальше? Я закончила Астраханский технический институт по специальности инженер-экономист. Ага. Поэтому я очень все хорошо знаю про рыбы и про строение кораблей попутно. Окей. Я когда прихожу в рыбный магазин, все спрашивают, у нас хорошую икру дали или нет. То есть я всегда все правильно им расскажу, какая должна быть красная и черная икра, как называется рыба, какого отряда. Долго вы учились? Ну, шесть лет надо было учиться. Я за три года я экстерном закончила. Угу. Угу. Ну и как сложилась ваша жизнь дальше? Где вы работали? И дальше экономическое вот это образование, оно так экономистом сначала пошло работать. Второй сын родился, он умер у меня. Просто неудачно все получилось. Не было барокамеры. и, ну, в общем, беда была. Говорят, время лечит, оказывается, нет. Вот. Время совсем не лечит. Чем дальше, тем как-то, ну, грустнее с этим вот становится. Ира, вы не против? Мы немножечко поговорим о вашем муже, первый ребенок, второй ребенок, немного о вашей замужней жизни. У меня, понимаете, как, когда вот ушел второй малыш, то в отношении первого у меня был просто вот бзик. То есть это он, ну, наверное, как и мой пап. Он должен быть лучший. Он, я очень много занималась с ним. До 11 лет у него я практически не работала. Я ушла, когда, после смерти ребенка, и стала заниматься вот воспитанием своего ребенка. И он у меня стал кандидат мастера спорта по шахматам. Он стал чемпионом России по ушу в классике. Вот. И он шел впереди Каспарова, я помню. Ну, как-то потом уже, когда перестройка, надо было идти работать. Понимаете, время такое, что когда уже вот совсем все остановилось, заводы остановились, у меня мама стоит на бирже труда, у нас папа ушел в другую семью, и я осталась за главного в семье. И надо было как-то зарабатывать. И я пришла в чужую фирму главным бухгалтером. Но когда через месяц 90% звонков стало мне, то хозяева говорят, Ир, ты понимаешь, а я с ними я 17 лет, 11 лет работала с 17 лет в Саратов Энерго, вот, и это были мои бывшие сослуживцы. Они ко мне очень хорошо относились. Я сначала обиделась, что неужели они меня выгоняют? Они говорят, ты понимаешь, мы же хозяева, мы получаем всю прибыль от того, что ты зарабатываешь. Получается, я тащила и как главный бухгалтер, и как руководитель предприятия завалила на себя. Но это невольно получилось, это просто черта характера. То есть, надо вот везде все успеть, понимаете? И я пошла в свободное плавание, создала фирму и потом потихоньку, потихоньку сначала значит у меня коммерческая была фирма, потом я влилась в другую более крупную фирму, потом уже в холдинг. И пиком моей карьеры был, я была коммерческим директором финансово-промышленной корпорации Саратовской области. Я баллотировалась в Государственную Думу и прошла в нее, да, но я заболела. Дело в том, что последние 10 лет перед отъездом в Израиль я работала без отпусков, без выходных и организм просто за мной не успел. Он просто сломался из-за того, что астма, опухоль была и как-то все очень тяжело. Муж умер, вот, и было тяжело. Вот, и я свою судьбу встретила в 43 года. Это второго мужа. Да, да. Расскажите немножко о первом, в каком возрасте вы познакомились? Мы одноклассники, мы одноклассники. Любовь, горячая. в первом классе мы вместе. Ну, мы не дружили, мы в одной просто вот компании были, вот одна компания, одна компания, а потом как-то вот, как-то так получилось совсем вот неожиданно для меня, честно говоря. Вот, я не скажу, что это была большая любовь с моей стороны. вот когда знаешь, что такое вот сейчас отношения, ты понимаешь, что совсем другой уровень, когда ты выходишь, когда ты можешь доверять человеку, когда это твоя вторая, это жизнь просто. То есть, я не могу нас разделить на два человека. Когда она нас смотрит, говорит, такое ощущение, что говоришь с одним человеком. Мы так, то есть, один говорит, второй дополняет, мы никогда, всегда вынесем, никогда вот друг против друга не бываем. не бежали друг друга, не ссорились. Мы спорим, но спорим у нас интересные споры такие, просто люди не понимают, что это спор, как вам сказать, то есть, я свое отстаиваю, он свое отстаивает, а ты пишешь картины. Он у меня муз, он муза в мужском роде, муза. И когда он смотрит на мою картину и говорит, ну, это тривиально, это вот, на тебя это не похоже, то есть, он привык, что мои картины, они с философской такой подоплекой, что там два, три дна, они очень глубокого содержания, и вдруг ему кажется, что она легковесна, что она вот, ну, что-то простое, слишком простое, вот, начало в нем заложено. И меня это так злит, это в хорошем смысле злит. Я думаю, ну, ладно, ну, я тебя удивлю. И вот, когда он приходит, вот там, через день, через два, через несколько часов, я говорю, ну, посмотри. И когда он мне говорит, шедеврально, я понимаю, я сумела, то есть, я переступила, я сумела доказать, и мне это очень важно. Это ваш второй муж? Ну, и единственный. Я, притом, не писала ничего. Притом, какая-то жизнь была такая, она, ну, обычная, вот, рутинная жизнь. А с этим человеком он умный. И мы, знаете, когда мы познакомились с ним, он на третий день мне сказал, вдруг, очень неожиданную для меня фразу. Он мне говорит, мне с тобой не скучно. И я обиделась. Он говорит, дурочка, я же тебе комплимент сказал. Обычно, говорит, мне с женщинами на второй, третий день уже неинтересно разговаривать. У него академические знания. Я не знаю, в какой области он что-то не знает. Очень умный мужчина, мне с ним интересно. Но когда мужчина о тебе это говорит, ну, это дорогого стоит. Он мне говорит, у тебя мужские мозги, и мне это нравится. Да. Интересно. Ир, можно вернуться в тот момент, когда родился второй ребенок, и умер. Как вы пережили это время? Я его до сих пор не пережила. Это был 1984 год. До сих пор не пережила. И когда день памяти его, я сижу рыдаю, то всегда, не бывает такого, чтобы его не вспоминаешь. У меня муж рядом садится и тоже плачет. Это не его ребенок. Но он говорит, у меня такое ощущение, вот он так глубоко мою боль чувствует, что он тоже садится и плачет. Я один раз, это было года три назад, я приехала в Астрахань, где он похоронен, его положили в могилу к моей бабушке. Это которая сказала, что вот мы родственники, вот Марка Шагала. И я хотела его, ну, с разрешения властей, конечно, выкопать, и чтобы хотя бы прах его сюда, в Израиль, привезти. Ведь я же не имею такой возможности туда, на могилу, к нему ходить. И вы знаете, вот есть какие-то вещи необъяснимые совершенно. Мы не могли найти эту могилу. Мой сын, невестка, внучка, я и муж, вот мы впятером, мы несколько часов на это потратили. И когда я уже обессиленная села, а я никому про эту свою мечту не говорила. Я просто думала, мы сейчас его найдем, и тогда я побегу в администрацию, попрошу, вот, чтобы его кремировали и прав нам отдали. Вот. Об этом думал то же самое, независимо от меня, мой сын. Говорит, что ты с твоего брата, говорит, и тоже никому не говорил. То есть мы, друг от друга все это скрывали свои мысли. И вот эту могилу мы не могли найти. Как только мы сели, я рассказала свою историю, свою мечту, сын рассказал, мой муж говорит, не надо, не трогайте, то есть прах уже есть, он там лежит, не надо его трогать. Когда я вот, вот просто отпустила эту ситуацию, он был в метре от меня, эта могила. Я сидела, вот, ну обычно вот могила и там сковеечки стоят. Вот. Я сидела на этом, он совершенно, он был в метре от меня. Он прятался. Вы понимаете? Муж был прав, не надо забирать. Я до сих пор мучаюсь этим, но я понимаю, что нельзя, наверное, нельзя. даже фотографии нет. В настоящее время у вас единственный, только старший сын. И он копия вот я, копия мой папа, вот внешне он очень похож. И прошагал. Пожил пару часов, пару дней. Три дня. Три дня. Да. Просто кислородный баллон, который ему дали, там не было кислорода, а дети грудные не умеют ртом дышать. И никто не заметил. Вот. Вот по такой глупой случайности, по дикой случайности совершенно потерял этот ребенка. Ну вот, вот так. Да. И это жизнь. Ну да. В то время, когда вы были в первом браке, это как-то пошатнуло вашу жизнь или нет? Ваше замужество? Нет. 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 Я просто понимала, знаете, я подспудно где-то все равно держала, что где же моя половинка-то? Все равно как-то такая вот тайная какая-то мысль все равно была, что вот ну как-то не так, как бы мне вот мечталось в девочках, понимаете? Вот в девичестве. Но когда человека не стало, вот я успешная дама, у меня очень много поклонников, и мне папа сказал очень мудрую вещь. Ты знаешь, говорит, Ир, ну вот вокруг тебя будет много мужчин видеться, ты интересная, ты вот коммуникабельная очень, ты открытая, к тебе люди всегда, говорит, очень, вокруг тебя всегда будут люди, но девять человек будут не искренни с тобой, деньги твои, твоя успешная карьера, и только один будет тебя любить. Я, знаете, стыдно признаться, я их посчитала, этих вот кавалеров, и муж был десятый, действительно, то есть вот если по списку, и все какие-то были мелкие, вот как старомодные комедии, какие-то приблизительные, вот, и только один вот настоящий, когда у меня, понимаете, когда идет операция, а он, во-первых, он со мной в палате живет, на полу, то есть матрас я ему отдаю, и он на полу спит со мной вместе в одной палате, и когда меня подняли на каталке, ну вот, как она называется, предоперационная, а он там себя приковал наручниками, и сказал, она должна чувствовать меня, его выгоняли, говорит, мы сейчас вызовем ОМОН, мы полицию вызовем, а он же сам полицейский, вот он говорит, ну пока вы вызовете, операция-то за это время кончится, пока вы, вот, эту батарею отменят, вот, ключ, говорит, я все равно проглочу, говорит, пока вы все это вы распилите, вот, но она должна знать, и академия, которая перевела, говорит, оставьте, она действительно должна чувствовать, что вот он рядом. Елочка, это вы говорите, простите, я просто хочу, всю картину видеть, это вы говорите о втором мужа, да? Да. Да. А почему умер в первой и в каком возрасте, и как вы пережили это время, и как долго вы были сама? Где-то, ну, цирус печени, а потом три года где-то, вот, наверное, так. Ну, это время какое-то было, безвременье было, надо сказать, просто безвременье, потому что работа, вот работа, 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 я не могла позволить себе ничего другого. Знаете, когда под тобой область, то есть, я была почетным, как же это сказать, совет директоров птицы промы, саратовский был, я кормила, вот, всех цыплят, всех кур области, вот, кормовая база была на мне, я как бы почетный вот тут была, член их, вот, потом вот эта финансовая корпорация, потом на мне был еще, ну, уже, понимаете, связи уже порушились, уже это же было постсоветское время, раньше это назывался торг, который детей кормил, школы, садики надо было, вот, и вот и за это я отвечала, то есть, очень много было, когда на мне, вот, большая ответственность такая была, то не думаешь даже о себе, как-то это идет, идет, это вау, это вот по одиннадцатого вечера приезжала на дачу к маме и с фонариком траву дергала, то есть, это вот так вот было, да. А это через сколько лет случилось после смерти второго сына? У меня сыну было старшему, два с половиной года у них разница, вот он восемьдесят первого, второго, восемьдесят четвертого вот умер, вот, конец восемьдесят первого. Сына, через сколько лет умер ваш первый муж? Сорок лет, ой, тринадцать, сейчас скажу, лет пятнадцать, наверное, сыну было. Надо посчитать, что-то я уже сама запуталась, да. И мне интересно, ваш первый муж, он был, ну, тоже таким известным человеком? Нет. Не задевала, тут такая... Тянула его я, да. То есть он вот такой тихий интеллигент, который знает, ну, вот, что воля, что неволя. То есть все рушится, а мы можем не принимать больших таких каких-то вот решений, то есть на себя взять. То есть толкала его в жизни я. То есть и с учебой толкала я, то есть я контрольные за него делала, курсовые за него делала, в общем, вот, заставляла его учиться. как-то все, вот, ну, во всем принимала вот участие, даже в его карьере. И вы, девушка из еврейской семьи, тоже за еврея замуж выше или нет? Нет. Нет. Муж был русский. У него... Он был приемный сын. Его родители погибли в автокатастрофе и его, значит, принял в семью генерал один, сослуживец его отца, у которого все дети умирали, вот, у них какая-то несовместимость с женой была, пятеро детей умерло. И вот он месячный остался живой в автокатастрофе, то есть мама с папой погибли, его вот взяли на воспитание. Но когда он погиб, у него началась тяжелая жизнь. Он оказался не нужен своей этой приемной маме. Вот. И вот как-то я его жалела всегда как-то так вот. Понимаете? Ну, мужчину надо любить, а не жалеть. Все-таки. Короче, у вас были какие-то тяжелые моменты. Это я понимаю. Но когда мужчина на женские плечи все взваливает, вот, это, наверное, неправильная позиция в жизни. Понимаете? И в 43 года вы встречаете второго мужа. То есть, наверное, совершенно другая. Совершенно другая. Ну, это просто жизнь. Понимаете? Это интересная жизнь, когда ты... Ира, почему я так подробно расспрашиваю? Мне просто интересно, потому что из опыта понимаю, сколько слышу, когда тебя не поддерживают в жизни, тяжело и таланты свои открыть, тяжело и каким-то творчеством занять. тяжело и себя открыть. Вот у вас второй брак, что происходит дальше? Через сколько лет вы вот заболели? Вот вы мне сказали, я была... Я ему досталась больной. Я ему досталась больной, очень больным человеком. И то есть, вот эта операция, и он знал это, что я безнадежна, и все равно вот он взвалил на себя, можно сказать, мама раковая, у меня сын еще, который только институт закончил. То есть, он даже заканчивал при нем еще последний курс. Это вот... То есть, он мужчина с большой буквы, понимаете, когда... Я знаю, как ему тяжело пришлось... Я для него была большой опорой, несмотря на то, что вот с такими с подрезанными крыльями была, но просто у меня еще сила характера сильная, то есть, я его вытаскивала из его ситуации, а он меня, и мы как-то вместе вот так вот сцепившись, просто стали подниматься оба. У него была не лучшая ситуация, чем у меня. Но он успешный человек, он подполковник, он очень уважаемый человек, у него сложные уголовные дела он вел. Вот. И я знаю, насколько он был уважаем. И в то же время, вот, когда в личной жизни не все ладится, то я видела, он тоже был как подстреленный. И мы два человека, с одной стороны, такие самодостаточные, вот, а с другой стороны, когда у тебя вот эти крылья, нет крыльев, их нет просто, они стали расти, когда мы стали вместе. Когда я писала завещание, что мне говорили, что шансов нет, иди пиши завещание. Он сам тоже стал писать завещание. Я говорю, как, почему ты это пишешь? Он говорит, ну, потому что я без тебя тоже не хочу жить. Смысла нет уже. Как давно это было? Это было 15 лет назад, с половиной. Что произошло после того? Как вас Бог... Потом тяжелый период восстановления. Вот почему и птица Феникс. Меня так все называют, потому что, когда человек вот из такого... То есть, ты вылупляешься заново в мир, у тебя нет сил, у тебя нет здоровья, и ты не знаешь, куда приложить свои силы. Ты еще не выкарабкался из этого состояния. Ты стоишь буквально на коленях. Да. Мне сказали, резко надо поменять климат, потому что 31% легкие, это уже смертельные. Угу. Вот он у меня хватал. Вот буквально, мы не покупали машину специально, он меня насильно вытаскивал из дома, и я должна была гулять, я должна была разрабатывать легкие. Вот. У меня инвалидность, он говорит, мы не будем ходить и продлевать твою инвалидность. Ты должна себя чувствовать здоровой. Если ты сейчас пойдешь опять получать ее, ты будешь опять читать себя больной. Ты должна... Мы не ходим к врачам, мы не ходим, не узнаем, сколько процентов стало легких. Но в какой-то момент, когда меня все-таки заставил врач, то есть просто уже вот за шкирку приволокли в поликлинику, уже было 69% легких. И с тех пор я сказала, я не буду. Я не буду. Я не должна знать, сколько. Да, тяжело дышу, конечно, с придыханием, никуда астма не делась, ее невозможно вылечить. Но все-таки в два раза я увеличила объем легких на тот момент. Я сейчас не знаю, просто не знаю. И не надо знать. Понимаете? Ира, знаете, у меня папа очень сильно болел, когда 30 лет он был, правую руку ударил, образовалась саркома, правую руку отрезали, и тоже очень долго-долго восстанавливался. И когда я писала вот мою книгу «Пазл Илюши», тоже очень много обращалась к маме, узнавала о своем детстве, я написала такую фразу «Любовь моей мамы исцелила моего папу». Вот конкретно когда вы болеете, когда рядом человек любящий, это помогает выздоравливать, потому что я слышала от некоторых женщин «Я болею неделю, а он даже тарелку супа не принесет». Вы понимаете? Когда я в палате жила в Москве, а муж вот на полу, со мной девушка была, к ней муж не приходил даже. И мой муж ухаживал за ней после операции, все выносил после нее, в общем. Он сказал, «Ты не обращай внимания, что я мужчина, там это, я сейчас просто для тебя медбрат». Получается, вы, наверное, две жизни прожили. Одна до болезни. Да, до того и болезни. Ира, насколько сменилась ваша жизнь после болезни, когда открылся... Вы знаете, второе дыхание, когда приходит, когда ты возрождаешься, ведь ты другими глазами смотришь на мир. Во-первых, Господи, ну спасибо тебе, вот что ты дал еще шанс. Да. Что ты не забрал. И как же после такого подарка я должна бездарно также продолжать жизнь? То есть, вот в этой гонке, значит, то дачу строила, то дом строила, то квартиры. Я должна, должна, должна. Вы понимаете, маму лечить, это очень много денег в России на это уходило. Там же не было страховой медицины. Вот это, это ужас сколько. Но вот это вот слово всегда должна... И вдруг смотришь, не то, что там ты, слово ответственность, никуда она не делась. У меня все те же остались, и дела мои все те же остались, но вот этого... Просто смотришь другими глазами. Я когда стала писать картины, я на мир стала смотреть глазами художника. Как стени ложатся, как ветка. И вот, то есть, как вот летит самолет, и какой разряженный воздух. Что такое разряженный воздух? Ведь ты же не замечаешь, когда вот смотришь просто на след от самолета, а как художник, ты его иначе видишь. Это буквально, как вот каждый... И ты это чувствуешь, ты каждое мгновение это проживаешь уже. Почему пошли стихи? Сначала я отдала себя детям. Потом я решила, ну да, старики те же дети. Я стала заниматься благотворительностью со стариками. Я стала вечера устраивать для пожилых людей. Я хожу на... То Новый год, то 8 марта, то 9 мая. Значит, я делаю какие-то представления. Сейчас стала писать уже песни. Вышла уже гимн Бессмертного полка. Романсы стала писать. Уже в свет первый романс вышел. Вот у меня прекрасный партнер из Португалии певица. Она тоже непрофессиональная певица. Она врач нетрадиционной медицины. Она прекрасную музыку. Она сама исполняет. Она пишет музыку. И студийную. И мы с ней вот так вот зазвучали. Это уже вот для всех уже вот вас. Потом уже вот пришло общественная вот эта вот работа уже всемирного, можно сказать. Потом про меня, значит, вспомнили бизнес-альянс русскоязычных женщин. Сказали, возглавь израильское представительство. Ну, как-то я подумала-подумала, какое направление. Конечно, благотворительность. Сейчас для меня это, наверное, важнее всего. Вот. Также пришло теперь направление движения с аутизмом, про который мы с вами, я думаю, отдельно уже просто передачу сделаем. Но просто это звенья одной цепи. То есть ты, когда из этого кокона вот выходишь, у тебя оказывается столько много направлений, и этот ковид меня совершенно не остановил. Потому что люди говорят, вот мы с ума сходим, заперти, мы не знаем, чем заняться. У меня не хватает времени. У меня физически времени. Мне бы надо, чтобы 48 часов в сутках было, чтобы я все свои дела. А у меня, думаю, вот это я запустила, вот это я не успеваю. Просто не успеваешь. Потому что, ну, написала стихи, значит, у меня сейчас сказали, надо в союз писателей вступать. Значит, я решила, какие я книги должна сделать. Поэтические сборники сделаю, но свои картины сделаю иллюстрациями. И вот я под каждую картину новый стих, какой-то переделать. То есть сама себе нахожу какие-то вот проблемы, которые надо решать. Можно такой нескромный вопрос? Мне вот сейчас 43 года. И я точно так. Я говорю, мне надо 48 часов в день, если даже не 72. И говорю, мне надо две жизни прожить, чтобы все успеть. И точно так же у меня вот эти все таланты, мои идеи открылись после того, как я похоронила ребенка Илюшу. Я понимаю вас, да. Потрясло. Но был момент, когда я взмолилась и говорила, Господи, ты меня испытал. Я хочу теперь вот, я вот хочу что-то для тебя делать. Я хочу что-то для людей. Что я должна сделать с этим опытом, который я пережила. И вот я вот взмолилась. Просто была такая молитва с Богом и разговор. И вот знаете, я говорила, как небо открылось, на меня вот такие все таланты, идеи сошли. У меня больше идей, чем вообще надо. И я так думала, ну может у меня сейчас возраст такой. Вот уже 10 лет я творю, творю, творю. Книгу написала, радиопередачи веду, тоже стихи и песни писала. Ну короче, много чего делать. Конечно, не так много, как вы, но такая мысль была, думаю, ну в каком-то возрасте это же должно остановиться. Оля, какие ваши годы? Вы помните фильм «Москва слезам не верит»? После 40 жизнь только начинается. Я тебе секрет, можете рассказать? Я тебе могу сказать, после 50, после 60, жизнь только начинается. Я уверена, это вам говорю. Да? После. В душе чувствуешь, ведь в душе возраста своего не чувствуешь. Я большая хулиганка по жизни. Я когда приходила домой, муж говорил, ты такая серьезная приходила. Вот этот большой начальник возвращался домой, дай, подай, вот, и он меня быстро в душ заталкивал. Оттуда я такая белая, пушистая возвращалась, такая кошечка. Но до того это было, это надо было видеть. Мои подчиненные говорили, Елена Марковна, вы умеете улыбаться? А я хулиганка жуткая. Я не могла, я была застегнута на все пуговицы, я не могла себе позволить. Мне казалось, я тогда упаду в их глазах, если я буду наравна с ним. Я такая строгая дама была. А по жизни ведь я... Вот я с внучкой, у меня сейчас 9,5 лет внучки, и я считаю, что это мое произведение искусства. Внучка просто, вот, мое произведение искусства. Я ей очень горжусь. И она у меня в консерватории учится, и мы с ней взяли корону красоты. То есть совершенно бесталантный ребенок. И из нее я вылепила, вот, с помощью своей, вот, приятельницы, педагога по музыке, дизайнера, вот, мы вылепили из нее такую леди. Но сердце ведь не вложишь в нее. Вот какой родилось ребенок. Вот мы можем дать ей какие-то навыки, как вилку правильно держать, как ножом пользоваться, ну, культурные какие-то вот. А большое сердце ей природа дала. Когда она, вот, в полтора, в два, три года лучшую клубничку отдает деду, и ей не жалко, а ей радостно это. Так она меня еще проверяла. Ты точно дала? Я говорю, отдала. Дед приходил с работы, деда, баба тебе точно клубничку отдала, а меня еще и, значит, это проверяла. Он говорит, точно, точно. Ну, вот же она, я же ее видела, я же ее запомнила. Он говорит, Галочка, это было две таких клубнички. Нет, нет, это вы меня обманываете. И ей не жалко было единственную клубничку, лучшую отдать. Она свою корону, когда получила, значит, номинация была от 4 до 8, 11, 12, и 15-летние девочки и выше. И вот, она же взяла гран-при, и она эту корону отдает соседской плачущей девочке. Она посмотрела в зал, говорит, вы меня не будете ругать? Мы все достойны, но она же плачет. Мы 8 месяцев в эту школу, вот это, вот ходили, вот модели. Вот, мы все очень старались. Мы все красавицы, она заявляет в микрофон. Мы все достойны корон. Снимает и отдает. Весь зал рыдал. И когда мы сели в машину, она говорит, вы меня не будете ругать? Мы говорим, ты осталась, как была королева, так ты осталась. Это королевский поступок ты сделала. А потом, значит, когда про нее напечатали в журнале, то редактор говорит, я всю историю этих моделек, этих вот просмотрела, этих королев, ни одна, говорит, не пожертвовала своей соседке корону. Ну, вот это, это большое сердце, понимаете, как, то есть стоять. Вот, ее еще последнюю награждали. Она стояла, у нее полные глаза слез были, потому что она думала, ну, это вот как, что ее вот всем что-то дают, всякие подарки, это, а ей, ну, всем рюкзачки там дали, такие это, а вот какие-то там грамоты, а она одна стоит. Всех маленьких поздравили, всех средних поздравили, всех старших. Она стоит, я вижу, что у нее полные глаза, и они еще не капают, но вот, вот это недоумение, то есть, я говорю, и что ты подумала в этот момент? Я думала, я хуже всех выступила. И она, она себя ругала, что я хуже всех, вот. Они в последнюю очередь дали корову. Они и последнюю, ну, гран-при, да, они решили, что это самое вот это вот, ее последнее градили. Интересно, очень интересно. И вот, это же тоже, вот это же тоже сила характера была, что надо было не за... Я видела у нее блестят глаза, но она не плакала, она сжалась, вот. А еще, значит, надо было быстро же переодеваться, там, пять номинаций, и, значит, я снимаю ботиночки, туфельки одеваю, мама платье другое меняет. И вдруг мама застегивает ей платье вместе с кожей. То есть, вот эта кровь льется у ребенка, она выскакивает, и ее большой палец в ноги попадает под дверь. И она вот, истекающая кровью, со вспокшим пальцем, она танцевала, она не подала виду никому. И потом еще стояла, ждала, когда, может быть, кто-то наградит или нет. Вот. То есть, вот какая сила воли в ней. Она стояла, говорю, Галя, ты не имеешь права, на тебя все смотрят. Мы с тобой восемь месяцев готовились. Ну, что сейчас, в поликлинику бежать, этот палец, и кровь эту вот останавливать. Ничего, ни бинта, ничего нет. Вот. И вот у нее по спине течет кровь, вспух палец. Вот. И мы танцуем, и мы вот так. Ирина, родители ваши еще живые? Нет. Уже ни мамы, ни папы нет. А вот смотря на вашу жизнь, они бы гордились вам, и вами, или было что-то, чем вы их разочаровывали? Папа был большой руководитель, а мама была, она тоже была руководитель, но не его уровня. И как-то, папа же в другой семье уже долго жил, он как-то приехал к нам в гости, и с моей мамой беседовал, говорит, слушай, хочу Иру к себе взять коммерческим директором. Единственное, что я боюсь, ну ведь она же, говорит, умнее меня, и я это услышала сама. Это было, ну это, высокая была оценка, надо сказать, от моего папы, который не позволял четверку никогда. Вот. И он очень удивлялся. А мужское эго не позволяло вот так вот вслух это сказать. Человек очень честолюбивый был. А мама по натуре, ну я же первого сорта, я же дворянка. То есть рядом все никто не мог стоять. Я для нее была всегда служанка. То есть я второй сорт, я служанка, которая вот вокруг своей мамы я должна была. То есть она себя так вот поставила, и когда у меня появился вот муж второй, вот Виктор, он говорит, я так удивился, что все на твоих плечах, но повелевает, как-то все это так вот мама. Так она вот. Он говорит, я смотрю, ты не очень ее слушала, но как-то вот манерой вот моей мамы, я королева, я королева. Поэтому говорит, что она меня очень хвалила. Нет. Никогда. Ирочка, сколько вам было лет, когда ушел папа, и почему? Ну, у них вот эта большая любовь, понимаете? Просто он встретил женщину, и это была его большая ошибка. И я не скажу, что... То есть они прожили очень большой срок, 38 лет, 36 лет, вот. Но он хотел вернуться обратно. Ну, наверное, вот сказать, что он неправильно поступил, его вот это вот характер, честолюбивый, очень тяжело было ему признать свою ошибку. Он всегда делал вид. Вот. Вот понимаете? Они просто разные были люди. Она жива, вот мальчика моя. Она мне недавно написала письмо, что я лучшая из дочерей. Но когда они познакомились, у нее были свои дети, и она очень ревностно относилась ко мне, потому что я очень успешная, я всегда вот стремилась к каким-то высотам. И только когда папа не стало, вот его между нами не стало, мы с ней подружились удивительным образом. вот до того она боялась меня, мне кажется, к сопернице, она боялась, что я большое влияние на папу, что папа очень меня любит. Очень меня побаивалась, она старалась, чтобы мы с ним не очень общались. и мы стали с ней близки, после того, как его не стало. Сколько лет вам было, когда папа ушел к другой женщине? Пять лет назад, то есть 60 где-то. А, так это уже счастливая семья, нормальная, хорошая семья. Ну да, поначалу, да, да. У нас очень, ну я считаю, вообще интересная была жизнь, когда вот мама с папой молодые были, потом как-то вот это все случилось, и мама большую ошибку сделала. То есть надо, она прощала всегда его шалости, скажем так, а в какой-то момент она вдруг решила вот не простить, и вот если бы она так резко не сделала вот какие-то шаги, то все бы, ну и дальше бы так это все бы в семье бы он был. Но как-то она, с моей точки зрения, она неправильно себя повела тогда. Может, стала уже прощать. Она, но она потом очень, мне кажется, жалела об этом, очень ждала его. И умирала со словами, что вот он не вернется, вот он не вернется. То есть 25 лет, когда прошло, она день в день ушла. Представляете? Да. Ира, расскажите о том моменте, когда и почему вы первый раз в руки взяли кисть? Вообще-то это, это не мне. принадлежит вот эта идея. Вот представьте картину. Муж приходит с работы. Значит, у меня на руках маленький ребенок. Когда невестка родила внучку, у нее вылетел диск из спины и раскрошился. То есть у нее это гелью залили вот этот вот диск, на болтах спина, парализованная девочка, грудной ребенок. То есть я стала мама, бабушка и еще и сиделка. И вот приходит муж с сыном вечером, мне кормить их надо. То есть ребенок не спит три месяца. Вообще не спит по ночам. Только на моих руках. Я вот три месяца первые, когда родилась внучка, я спала по два часа. Как я это выдержала? рассказать, чтобы второй раз аж страшно все это. Но как-то все это я перенесла. И главное, мы поставили на ноги невестку. И она совершенно поводвушила. Здоровый человек сейчас у нас. Но вот этот момент очень был тяжелый. И проходит год, а я вожусь с внучкой. Проходит второй год, а я бросила работу, как, полтора года у меня ушло на то, чтобы невестку на ноги ставить. То есть она уже вышла на работу, а я дома как бы. Вот маленькая девочка у меня на руках. И мы, когда отдали ее в садик, муж говорит, ну, после обеда забирать я должна была. Он говорит, ну, и чем ты будешь заниматься? Вот эти кашки, эти, это, это же не свойственно твоей натуре. Я подумала, подумала. Началось с чего? Я сделала миниатюру деревни бабок-ежек. Я вам потом пришлю фотографию, чтобы все зрители тоже увидели. Это где-то метр на шестьдесят вот такая деревня бабок-ежек. Вот маленькие домики, там целая деревня, там целый рассказ. Он посмотрел, посмотрел, говорит, ну, пойдем. И мы пошли покупать кисти, краски, мольберты, все в общем. Я говорю, ты кому это покупаешь? Он говорит, вот этот стол тебе, я говорю, а все остальное? Ну, начнем с стул. Будешь писать картины? Говорю, с чего ты решил? Я в школе, за меня писали, когда нам надо задавать, что-то рисовать. Меня папа прекрасно рисовал. И это. Единственное, что он был дальтоником. То есть, если он клал карандаш, брал потом другой, он считал, что он берет тот же голубенький, хотя это был там светло-зеленый или салатовый. Он не видел разницу совершенно в цветах. Мы с ним книжку по вождению, когда он сдавал экзамен, выучили ее наизусть. На 33-й странице тройка, на 61-й шестерка. Вот так вот мы с ним учили это. Мы просто ее наизусть выучили, что на какой странице. А когда ездили на машине, я всегда говорила, желтый свет, переходящий в зеленый или красный, в желтый. Потому что он не видел, цвета не различал. А тут вдруг вот ни с того, ни с сего вот я... Ну, единственное, что я одноклассников на своей парте рисовала. А в советское время надо было там раз, после, раз, по-моему, в четверть, по-моему, несколько раз в году, три-четыре раза в году мы драйли свои парты. И моя парта никогда ее никто не мыл. кто свою мордашку-то будет стирать? Ну и рука-то не поднимется. Вот и недавно мне подружка прислала 50-летней давности вот ее физиономию, которая была вот эта в тетрадке нарисована. Вот этот талант, он у вас был еще с детства, но вы его не открыли до... Нет, 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 как-то... просто жизнь так складывалась, что, ну, когда, да. Получается, этот человек, ваш муж второй, он помог вам открыть этот талант? Ну, да. И он меня очень поддерживал. Сначала, что вот я стихи писала, но как-то вот он даже к стихам не так, хотя иногда, он говорит, вот это мне очень нравится. Ну, вот это с Лизакапской понравится женщинам, он говорит. То есть, когда романсы, он говорит, классический романс, женщинам очень понравится, вот, а если какое-то серьезное, это вот он оценит. могли бы какой-то стих прочитать? Ну, давайте я вам потом песню прямо запущу, хорошо? Это будет лучше, наверное. Давай, хорошо, я очень... Я несу в себе те гены, которыми Марк обладал, и обещаю, непременно найду его я идеал. Это так, на вскидку. Ира, такой вопрос у меня, вот, мы начали эту запись с того, что вы сидели с бабушкой, гадали на карты. Как вы вообще смотрите на это все? Я из семьи очень глубоко верующих людей, нас научили, это грех, это что-то страшное. А в какой семье вы вырастали? Было ли это грех? Было ли это страшно? Изменили ли вы ваши отношения к этому? Давайте поговорим немножко об этом. Ну, я считаю, я верующий человек. Да. И к религии отношусь так. Во-первых, я очень много читала историю религии. Я когда здесь поступила работать в галерею искусства, то мне это надо было, чтобы туристам рассказывать историю религии. Поэтому я вот знаю, что Тора, например, из нее Ветхий Завет вышел. И что, в общем-то, Тора это практически это Ветхий Завет. Обе написаны на иврите. Что, вот я знаю, что в России в церквях даже на иврите же были первые молитвы. И что Библия была написана, переведена вот на греческий. Это вот только 14-15 век. И, в общем-то, все это шло с иудаизма. И очень многих постулатов, я считаю, что все это из одной религии. То есть, вот этот базис, это, конечно, иудаизм. И все 10 заповедей во всех трех религиях основных есть. Ведь буддизм это не религия. Это считается как философское учение. А вот три христианское, хотя и в христианстве сколько течений много. И я считаю, что я больше отношусь к агностикам. То есть, Господь Бог есть. Все постулаты, все нравственные, все 10 заповедей, все это надо обязательно и придерживаться, и стараться какие-то нравственные поступки все-таки совершать. Я понимаю, что мы все не ангелы, и бывают всякие ситуации в жизни. Но все-таки и нет белого человека. Вот понимаете, все равно мы все цветные. То есть, что-то есть черное, что-то серое, что-то розовое. Белые и пушистые, это только вот, наверное, почему и называются ангелы. Понимаете? То есть, это что-то совершенно бестелесное. Человек каждый грешен. Но просто надо стараться, наверное, как можно больше, особенно это понимаешь, наверное, с годами, что больше себя надо отдавать еще и людям. Какие-то такие поступки. Мне очень нравится выражение, это тоже любимое выражение моего мужа. Делай добро и бросай его в море. Мне очень нравится. То есть, ты не жди в ответ никогда добра. Ты делай это совершенно от чистого сердца. И не жди в ответ. То есть, если ты будешь ждать в ответ, это уже не добро. Ты же в ответ тоже что-то ждешь. То есть, это какая-то корысть уже, понимаете? Поэтому вот, если в чистоте, делай добро и бросай совершенно не задумываясь о том, что в ответ к тебе придет. Но в то же время я знаю, вот, уже с высоты своего возраста я знаю, что оно придет. Если ты делаешь какой-то неблаговидный поступок, обязательно придет. Я даже вот по себе знаю. То есть, есть люди, которые меня обижали в жизни и потом получали. И я считаю, что это, наверное, я же не имею права говорить, чья это кара. Но все-таки мне как человеку, как обычному человеку, кажется, что это Божья все-таки кара. Да, это есть такое дело. Вот, и об этом надо все равно помнить и думать. Вот. Но с другой стороны, вы понимаете, я вчера прочитала, что все религии, вот прям буквально вчера, очень против, и иудаизм в том числе, очень негативно относятся к таким вещам, что когда люди говорят, я обладаю какими-то сверхъестественными способностями, и в то же время я сама в жизни встречала вещи, которые я объяснить как физик не могу. Да. Вы понимаете, есть такие вещи, что человек тебе говорит, откуда он может знать, откуда он, как провидец, а он знает про тебя. Тебе 15 лет, а тебе говорят, что ты вот, у тебя будет, после 40 ты встретишь свою судьбу. Откуда эта женщина, которая мне сказала, она знала? Откуда? Как она могла это знать? У меня несколько моментов в жизни было, вот, один раз цыганка мне такие вещи сказала, и потом все это выяснилось, что это действительно так. Ну, как девочка, молодая девчонка, лет 16-17, могла знать про меня, совершенно незнакома, совершенно мы случайно встретились с этой. Я в машине сидела, она просто подошла денежку попросить, позолоти ручку, а я ей говорю, слушай, ну, меня нет, сейчас муж подойдет в полковник милиции, то есть, тебя арестуют просто за вот за это попрошайничество. Она говорит, ну, ты хороший человек, я тебе и так скажу. И вот откуда эта молодая девочка знала? Потом все выяснилось, она сказала всю правду нам, про меня и про мужа. Ну, откуда? Поэтому некоторые вещи я просто не могу объяснить, но знаю, что-то такое есть. И поэтому, когда оголтело вот так сказать, что мы не принимаем это, я считаю, что это неправильно. И у меня есть доказательства тому про себя. Вот, когда я училась на физфаке, то мы, значит, не пришел преподаватель, это где-то первый, второй курс был. И мы с дурей тогда решили, с большой дурей, потому что мы же себя облучали, мы решили посмотреть. Тогда слово аура-то никто не знал. Да вы, какая это, длина волны у нас, какую волну это, мы излучаем. И оказалось, у всех нормальные 20 сантиметров. То есть голова, туловище светятся. И вот длина волны, мы рассчитали, 20 сантиметров, потом она так утихает. И рука правая у всех, а у меня нормально, как у всех людей, а левая рука метр 20. Как это объяснить? Я это объяснить не могу. Но когда я пишу картины, люди говорят, да, энергетика картин чувствуется. А я пальцами пишу. Процентов 70 картин, вот, не кисточкой, а пальцами пишу. И как это объяснить? Есть вещи, которые не объяснишь? Ну, детская игра в карты, это закончилось этим. То есть я этим никогда не занимаюсь. Ну, как-то не очень, как Фома неверующая, понимаете, в этом плане. То есть я в это не очень верю. Но верю, что есть, то есть встречалась в жизни с такими людьми, которые про тебя знают. Как это? Почему? Если в Торе написано, что этого не должно быть, что это как бы грешно, как быть с этими людьми тогда? То есть какие-то поправки надо делать тогда? Может быть, это тогда это так считалось? Может быть, в современном мире, после того, как пять тысяч лет прошло, человечество немножко куда-то сдвинулось? Но кто бы нам подсказал это? Ведь таких знаний, в общем-то, не дает. И физика не может объяснить, никакие науки не могут современно это объяснить. Но вещи необъяснимые совершенно есть. Да. Интересно, на эту тему можно очень много и долго говорить, конечно. Вы понимаете, вот один момент. Сидит наша семья вся за столом. Папа, мачеха, сын, невестка, я и муж. Еще не родилась внучка. Мы к ним в гости пришли, а мама моя уже умерла. Вдруг, вот какое-то облачко, и вдруг оно становится, это облачко в форме женской фигуры. Почему-то мы все, мы все видели, кроме моего сына. Пять человек. Ой, это же моя мама. Да, это Галя. То есть все. А сын говорит, ну где, где? Он единственный не видел. А мы все, да вон же она пошла, вон она. То есть женская фигура. И платье было такое до пола, как капюшон, но все почему-то это решили, что это мама. Ну и не может, то есть это не может, объясниться невозможно, как это пять человек видят. И видим, куда она пошла. И мы все видим, что она, вот она за стол, обошла стол наш, и пошла по лестнице на второй этаж. Как это? Страшно было? Нет. В том, и никому. Но я еще посмотрела на папу, папа сжал вилку и нож, а нет, муж сжал вилку и нож, а папа уронил. Я, собственно, и увидела, после того, как услышала этот звон, я посмотрела, а папа вытрощился. Так вот думаю, и муж думает, что такое? Посмотрела в ту сторону, говорю, мама, они тоже говорят, да, это Галя. Папа-то говорит, это Галя. И это один раз такое было? Нет. Нет. Но когда родилась внучка, никто ее не стал видеть. И мы внучку назвали Галочкой. И в Галочке очень что-то есть вот от моей мамы. В характере. Она такая вот, она веселая, такая вот, она кокеточка. За неделю до того, как внучке появится, перестала мама всем показываться, что это было. А папа говорит, мне стыдно вам было признаться, она все время здесь. Мне страшно. Кто ей разрешил? Кто ей разрешил? А мальчика говорит, Марк, ну кто ж в душе это, припоны будет? Это ей что, визу что ли надо сюда, в Израиль? Вот. То есть она в России же умерла. Ир, а расскажите, пожалуйста, как и почему вы переехали в Израиль и когда? Это уже было... Только болезнь. Из-за моей болезни. Это было после второго замужества уже, да? Да, да, да. Вот после операции... Муж еврей или нет? Муж еврей или нет? Муж по документам русский, но мама замужняя дама имела роман со своим начальником, а он еврей был. Вот. То есть получается, он наполовину еврей, но по документам его усыновил русский. Ну, она замужем была за русским. Ну, когда вы выезжали в Израиль, он вы... Ну... Я всех вывозила. Я вывозила всех. Израиль переехать-то нелегко. У вас было какое-то доказательство? Никаких проблем не было. Доказательство на бумагу, что-то было? Да, конечно. Ну, у меня и свидетельство о рождении моё, да, и свидетельство о браке бабушки с дедушкой. Бумажечка такая уже слевшая, мы на картон приклеивали. Вот. Но свидетельство о вашем рождении написано, что вы еврейка. Там написано, что папа еврей. Угу. Мама русская. По документам мама русская, хотя намешано вот сколько кровей, да. В каком возрасте вы переехали в Израиль? Мне было 49 лет. И это не так просто, что совершенно уже не перспективный человек, то есть ты ещё не пенсионер. В Израиле женщина в 64 выходит на пенсию, мужчина в 67. То есть совершенно не перспективный. С языком, ну, 49 лет учить язык тоже не очень легко. 20-летний гораздо быстрее всё это охватывает. Ну, как-то вот получается. Из-за здоровья, из-за климата? Только. И вам там... Я даже не думала, но я успешный человек, вот понимаете, даже как-то странно бы даже было бы. Я никогда даже и не думала. Если бы вы не болели, вы, наверное, не оказались бы в Израиле? Наверное бы нет. Хотя очень удивительно, вот почему нет? Вот, ну, просто я не могу вам объяснить, почему. И почему Израиль? Ну, потому что климат такой здесь, не всё мне подойдёт с моей. То есть Европа мне закрыта, практически по климату вся. Вот. Я даже не знаю, какая бы страна. Всё равно выше всё, что Средиземного моря, там прохладно бывает и высокая влажность. А с матчиком это... Вот 49 лет вы переехали в Израиль. Расскажите немного, как пошла ваша жизнь там дальше? Здесь же каждый пятый русскоговорящий. Поэтому отчитываешь раз, два, три, четыре. Но пятый точно наш. И друзья все русскоговорящие, конечно же. И тебя очень доброжелательно встречают здесь. Почему ты не чувствуешь вот этого отчуждения? Я потом поняла, что какая разница культур. То есть когда видишь выходца из Марокко или из Эфиопии. Вот. Как это, допустим, сейчас вот ребёнок, у меня внучка и я вижу какой у неё уровень. То есть я не хочу сказать, что никакого ни расизма не должно быть. У нас толерантность здесь это в этом отношении, так же как и в Америке это воспитывается. Но по уровню воспитания всё равно русские больше вкладывают в своих детей. Я хочу сказать, вот мы более строго относимся, более так вот, то есть слово нельзя, ребёнок воспринимает. А ведь сейчас во многих странах слово нельзя дети не знают. А у меня слово нужно, вот ребёнок знает, что такое слово. И ваш сын переехал с вами и внучка тоже с вами в Израиле, да? Ну, она здесь родилась. Она уже израильтянка. Ир, давайте подойдём к этой теме. Вот я знаю, что вы очень заинтересованы продвинуть проект аутизма. Мне очень интересно, почему? А вот это звень одной цепи. Вот это та птица-феникс, которая вот смотрит на мир другими глазами. Значит, я когда стала писать картины, то никто не предполагал, что дети смогут понять мои картины, глубоко понять, потому что когда про меня пишут искусствоведы, ну, такие, вот есть когорта 27 человек, которые лицензированные. Вот один из них написал, что её картины надо как коины дзебуддизма, то есть надо вставать перед картинами, медитировать и искать свой истинный путь. Так красиво он написал. Я прям раза три читала его и переводили. вот это испанец один написал. Есть Аарон Гроссман, тоже знаменитый уже в Америке человек, вот, он по-моему помощник президента, вот, и он написал отдельно от того человека, который искусствовед, те же слова, что вот надо перед картинами стоять и искать свой путь истинный. Ну, хорошо, это люди подкованные, это которые, знаете, глубоко так чувствуют искусство, но когда тебе пишет простой человек, который, ну, к искусству, ну, опосредственное отношение имеет, что я вот пришел на вашу выставку, а через неделю я вернулся, вот, не выходит из головы, я хочу еще посмотреть ваши картины, и мне кажется, что я нашел новое прочтение вот такой-то картины, такой, и вот таких очень много людей, которые приходят, возвращаются и хотят еще раз посмотреть, что-то там находят, но иногда находят то, что я даже и не вкладывала, мне кажется, то есть я пишу, у меня свое видение, то есть свой смысл, а когда люди находят и этот смысл, и еще что-то, и еще что-то, это так здорово, и вдруг, значит, мои картины показывают женщине-врачу, а у нее сын аутист, талантливый мальчик, но все благодаря маме, то есть, как мама вытащила из совершенно безнадежного ребенка, ребенок, ему 13 лет, вот его зовут Дамир, он сейчас знает четыре языка в совершенстве, он пишет стихи, и вдруг, значит, он смотрит, мама смотрит мои картины в альбоме, рассматривает, он подошел, заинтересовался, она говорит, мы три часа с ними вместе сидели, я ребенка просто потеряла, и вдруг он говорит, мама, а я стал музыку, я сочиняю музыку, и ушел куда-то, я сочиняю музыку, то есть, одну картину он музыку сочинил, на несколько картин он мне написал словами, стихи начал писать, потом я ему стала, сейчас свои стихи пишу, он мне переводит стихи, и мы с ним ищем картину, они больше подходят, на сегодняшний день я ему послала вот картину, то есть, основу написала, а он на конвасе ее, значит, делает, и будет ее расписывать, как видит он дальше ее продолжение, то есть, мы сейчас совместным творчеством с ним занимаемся, настолько интересно, потом показали другому ребенку, значит, сейчас уже 75 детей посмотрели, и у меня уже целый есть уже материал собранный, как дети реагируют на мои картины, а оказалось, они очень глубоко видят, они в другом мире, да, они по-своему видят, но настолько интересно, настолько они глубоко, философски вот входят в нее, потому что я видела картины Дамира, они совсем другие, у него чистый символизм, а у меня реалистический символизм, то есть, я все-таки нашу жизнь перекладываю символы, а у него больше смысловая нагрузка такая, вот символы, символы, более, ну, скажем так, у него интерьерные больше картины, у него скрытый такой смысл, это надо вдумчиво очень подходить, а у меня более философия жизненная, вот, то есть, я просто свою, ну, непростую, скажем, жизнь переложила это все вот в такой возобразительной это вот манере передала ее, все свои вот эти вот перепития, потому что, говорят, ни одной веселой картинки нет, ну, наверное, это все-таки жизнь накладывала, вот, и потом, ну, как-то, наверное, так мозги просто работают, вот, как муж у меня шутит, ну, у вас в Велехе, говорит, зонтиком помешанным в голове, вот, потому что, говорит, ты видишь мир, этого люди не замечают, то, что замечаешь ты, но просто после перерождения видишь мир другими глазами, да. Да, ира, как вы пришли к моменту, что у вас была первая выставка, было ли это легко? Страшно было? Страшно. Это, значит, у меня было 15 картин всего написано, ну, и парочку таких небольших, которые первые наброски, когда муж сказал, ну, даже не муж сказал, он пришел просто, молча пришел в ужас, а подружка пришла, говорит, о, Моне, он, говорит, повернулся, говорит, так, тебе и надо на меня, вот, а я, значит, смотрела импрессионистов альбом, и вот кисточку вот держу, вот, кстати, когда я держала кисточку, я и вспомнила, что я родственница Марка Шагала, это, кстати, очень давило сначала, вот думаю, о, Господи, вот, я ни в коем случае не хочу быть на него похожей, то есть, да, я должна, вот, миру показать, что, вот это вот ветвь, которую попытались власть уничтожить, что вот я, как этот вот росточек этот, вот я осталась жива, и папа мне вот это вот передал, вот эту жизнь, то есть, я должна доказать, что, ну, память о дедушке должна хотя бы в моих картинах как-то, вот, вот это какая-то справедливость должна восторжествовать, вот, тому тяжелому времени, которое было, вот, и, понимаете, все равно это накладывает какой-то отпечаток. Я смотрю на Марка сейчас, честно сказать, я знала, вау, он слетный был человек, он очень такой, вот, не от мира сего был. Да, да. Его вторая жена, значит, она говорила, Марк, пиши, эти, цветы, они хорошо расходятся, их хорошо покупают, а он терпеть не мог, нарисовать цветы, ему хотелось рисовать свою любимую Беллу, вот, детство свое, он даже в те, библейские сцены, и то свое детство вставлял везде. Интересно. Ну, когда вы сделали первую выставку, вообще дорого это было, сложно ли это было, кто? Нет, первая выставка, значит, вообще в нашем городе вдруг объявили, что будет международный Биенналь, у нас маленький курортный городок, и приехала француженка, значит, с академическим образованием, своим французским, и она отбирала работы вместе с директором музея. Должны были квоты каждому художнику, по пять картин, не более того. И вот у нас один привез, весь центр страны объездил, север, и привез 150 картин, а мы подзадержались, вот на это мероприятие, когда отбор идет, то есть я последняя приехала, всех уже отобрали, можно сказать, и вот выходит мужчина, который жутко ругается, ругается по-страшному. Что же это такое? Я полстраны объездил, я 150 картин привез, художники с художественным образованием, там, академики, и ни одной не взяли, его, именно вот, ну, как так вот неудачно получилось. Я мужу говорю, Вить, а это ж первый мой, это выход в свет, куда мы с тобой идем? Я не знала, что квота 5 картин, вот сколько было, 15, мы 15 взяли. Я говорю, знаешь что, я такой же позор, вот что они сейчас будут, ну, скажут, забракуют мои картины, не возьмут, я не переживу. И там такой зал с колоннами, я спряталась за колонну, и стою так тихонечко, думаю, пусть муж позорится. И вот он таким своим печатным шагом, так бодро идет к ним, думаю, у него поджилки не трясутся, а я прям умираю от страха, вот стою. Они, значит, вдвоем стоят, женщина-мужчина, он по две несет в картины, они берут, он еще две приносит, из машины надо было вот притащить в этот музей, опять забирают. Ну, короче, 15 картин взяли, один 7 взял, другой 8. Его спрашивают, ну, а кто художники? Ведь все знают, что по 5, а он 15 принес. Да. И тут я блеющим голосом выхожу из колонны, так, а-а-а, дрожащим голосом. Вот они говорят, как вы? Нам же по 5 надо было картин, а мы, мы все берем, все 15, но мы не можем, потому что, ну, раз по 5, это вот для всех, для по 5, вот. И тут начинается драка между ними, какую картину они возьмут, чьи картины, то есть, чей козырь старше, она свои, кричит, мои будут вот, ну, 2 отдаст, а он должен 3 лишних отдать. Так оказывается, всего 5, и вот тут я смотрела, а муж так тихонько подходит ко мне, говорит, ты победила, это твоя первая победа, вот дальше тебе ничего не должно быть страшно. Вот и он же был прав. Вот после этого, ну, правда, что теперь меня может напугать? Ну, как дальнейшая ваша жизнь сложилась, как художник? А вот дальше, вы понимаете, вот дальше самое страшное, я об этом очень много думала, значит, как нужны люди, которые бы поддерживали молодых художников? Есть очень талантливых людей, понимаете? Мне в чем тяжело? Меня все время будут сравнивать с Марком Шагалом. Вот этот груз ответственности на мне всегда домоклым мечом будет лежать. Хочешь ты этого, не хочешь, как бы ты не хотел быть самостоятельной, и у меня, слава богу, получилось это, я самостоятельная, самодостаточная единица, но где-то под спудно вы все равно будете смотреть на мои картины и будете говорить, есть сходство или нет. Я когда делала генетический анализ, с родственниками, то у меня оказался, значит, один ген с Марком Шагалом, немутированный. Это на несколько, на сотни миллионов бывают такие случаи, потому что вот, вы представляете, то есть, та внучка и я, это родители, бабушки, дедушки, и мы вот, и вдруг немутированный ген. Это ж, сколько же пришлых, то есть, если папа, то мама-то пришлый же человек, если бабушка, дедушка-то пришлый человек, и получается, в моей родне, вот эта половина пришлых людей, и он не мутировался. Ну вот просто вот совпадение вот такое вот было, но и очень интересно. Но я понимаю, как же тяжело другим, молодым, где брать деньги, чтобы выступить в самой, венецианской бейеннале, если в Майами, как же он, Базель-Майами, самая высшего уровня выставка, 40-50 тысяч евро стоит участие. Для молодежи взять такие деньги. Да. То есть, нужны люди, нужны фонды, нужны спонсоры. Вот, потому что многие, молодежь очень многое подпадает в рабство. То есть, к знаменитому художнику очень многие сейчас грешат, набирают талантливую молодежь. Те за них пишут картины, потом подпись, и он отдает этому рабу своему, так называемому рабу, копейки платят. Мало того, что сейчас идут на другие хитрости, делают постеры, фотографии, и их расписывают. И знаменитых художников на этом тоже ловили. Да. Ир, можно спрошу? Я вырастала, я как-то всегда была так научена, что рисуют картины. Почему пишут картины? Их пишут, да. Моряки ведь ходят, не плавают. Это просто русский язык, он так вот, да, так принято. Интересно, но я вот вас понимаю в том, что вы говорите, насколько важно молодых художников поддержать, потому что я вот эту книгу Пазл Илюше писала 7 лет. И очень было, если бы не мои соседи, американцы, им было по 75 лет, люди на пенсии, учителя, если бы не они, я бы никогда книгу не написала. Во-первых, они понимали всю ту боль, которую я прошла в жизни. Если я не выхлестну наружу, то я, можно с ума сойти, может семья рушится. И после всего того ада, что мы прошли, когда болел ребенок 7 месяцев, 7 дней, открытое сердце операции, разлука семьи, пересадка в сердце и все вот это остальное. И они просто говорили, Оль, пиши, пиши, пиши. И плюс 7 лет мы писали, они вот пообещали, что мы тебя не оставим, мы поможем тебе. И они учили меня писать правду, потому что я не хотела писать правду. С другой стороны, вот мои близкие друзья, родственники, они мне говорили, ну, муж меня всегда поддерживал. Близкие друзья говорили, да выплакалась, ну, кому твоя боль нужна, кому твоя история нужна? Люди не хотят слышать ту боль, которую ты прошла. И вот я часто говорю, если бы не соседи, я бы никогда не написала и ни копейки не взяли. Точно так же был человек в моей жизни, в то время, когда вот я была еще беременна, сказали, ребенок не будет жить, а пастыри с церкви сказали, вас Бог наказывает, Бог не дает больности верующим людям, разбирайтесь, где вы нагрешили. После этого момента жить не хочется. Да, это очень тяжело, да. Верить не хочется, в церковь ходить не хочется, этих людей видеть не хочется, но был человек, который сказал, Оля, Бог не наказывает вас. Это человек был по телефону, я с ним разговаривала, я его никогда не видела, потом уже увидела, это был пастырь, тоже очень позитивный человек, я думаю, у него был какой-то очень такой непростой опыт, но мне не было возможности. Это не наказание, Оля, это испытание было. Я понимаю, да, но он объяснил, что Бог не наказывает. Дается то испытание, которое мы можем перенести, вы понимаете? И если вы держите в себе, это может быть инсульт, инфаркт, ничего нельзя в себе, даже в семье, вот, ну, лучше вы скажите вслух, ну, лучше даже в раздраженном виде скажите, но вы должны, если вы в себя возьмете, это будет, во-первых, это будет расти все, это будет такой снежный ком, один раз, второй раз, на сердце будет все время, вот, рана, это вот потом незаживающая рана будет постоянно, это будет накапливаться, это только, лучше сесть за вот круглый стол и лучше вслух обсудить эту проблему с мужем, там, допустим, с близким. второй человек, второй пастор, а второй правильно сказал вам, если ты не грешила, вот я говорила, я не знаю, за что меня Бог наказывает, он говорит, перестань просить прощения, Богу не надо, чтобы ты до старости просила прощения, Бог тебя к чему-то готовит, а ты пройдешь вот эту жизненную ситуацию, и в будущем Бог будет употреблять тебя, служить таким же людям. Оль, смотри, я вот сейчас послушала тебя, какой я вывод сделала, ты сказала, у тебя появились люди, когда ты поняла, что ты должна это людям рассказать, и сразу появляются те люди, которые могут тебе помочь. Вот это пожилая пара, у тебя муж, у тебя появляется этот человек, который правильно тебя наставляет, понимаешь, вот сейчас направление, которое мы с тобой вместе сейчас будем, вот, взвалим и будем тащить, это что, это такие вещи, которые человек, ну, должен, ты понимаешь, а вот я тебе скажу, тот, который, вот, жизнь очень легко проживает, вот как-то так, вот, знаешь, порхая, ему никаких, я вот смотрю, думаю, господи, ну, вот я знаю, у меня приятница, она в этой жизни все ей давалось, то есть она сама ничего, вот, Пальцапай, она никогда не работала, и все, квартира доставалась, машины доставались, все это в жизни у нее шло, 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 и вдруг все это обрушивается, и она тяжело умирает. Я так думаю, Господь Бог, все равно вот это вот смотрит, ну, где-то вот должно быть, это среднее, легкости, и вот этой вот сложности, все это должно быть одним весом, все это, и сначала эта легкость дана, значит, она должна была, вот так тяжело уйти, наверное, потому что Господь Бог, наверное, скажет, вот, ты вот эту середину, ты не там не несла, это какой-то груз, вот тебе этот груз в конце жизни, и она рано очень ушла, допустим, а я так думаю, я всегда пахала, пахала, почему же вот никогда не было, чтобы с легкостью мне что-то доставалось, а потому что, наверное, сейчас, когда вот уже вот в зрелом возрасте, я уже занимаюсь такими делами, когда она называется благотворительность, благотворишь. и вам радость это приносит. Ну, конечно, и меня очень поддерживает муж, он, когда узнал про, вот, про аутистов, он, я его никогда таким счастливым не видела, он говорит, это, это вот то, что чем ты должна заниматься, если так, дети, особенные дети, которые, в общем-то, мама этого аутиста говорит, если те, кто считает, что для нас это большая радость, такого ребенка иметь, это, говорит, неправда, это неимоверные усилия надо приложить, чтобы социализировать такого ребенка, потому что, говорит, у некоторых, например, такое, говорит, видение, ну, ребенок не ходит на горшок, в памперсы, ну, и пусть он ходит, когда-нибудь, может быть, он поймет, она говорит, а у нее, она целую программу написала, как социализировать аутистов, и она считает, что нет, надо большие усилия прилагать, чтобы ребенок понял, что есть такие вещи, за которые ты сам должен за собой уметь ухаживать, потому что всякое может случиться, мама может быть рядом не быть, мама может вообще в жизни, из жизни уйти, и кому ты никому не нужен, и, говорит, вот это надо с самого начала, вот этим детишкам, заставлять их, да, говорит, это неимоверный труд, но, говорит, я с большой гордостью, говорит, это отношусь к тому, что у меня ребенок ходит в обычную школу, после тяжелой формы. Ирочка, я вот хочу сказать, что именно благодаря вот этим людям в моей жизни, я не так, кто я есть сегодня, и этих людей я называю наставники, с большой буквы, наставники, которые конкретно в меня вложили свою жизнь, свое сердце, свои наставления, и не можно сказать, родили меня в этом, вот где я есть сейчас. и то же самое вы говорите, что так мало людей, которые поддержали бы молодежь, потому что очень непросто стать знаменитым писателем, или же художником, весь мир, очень непросто. И вот эта программа аутизм, да, но как вы видите себя в этой программе, как наставник, что вы можете дать новому, молодому поколению, хоть аутистам, хоть не аутистам? Ну, если брать, вот понимаете, вот когда тебе открывается одно направление, у меня параллельно сейчас открывается еще направление. Сегодня звонят и говорят, будешь председателем жюри, всемирный фестиваль рисунка будет, значит, 1 июня день защиты детей всемирной, я говорю, конечно, буду, вот, а давайте расширим, значит, вы хотите, чтобы были особенные дети, я говорю, хочу, чтобы особенные дети участвовали, то есть не в общей куче, то есть и это, и Дауна будут там с особенностями развития, и аутисты будут, и обычные ребятишки, да, и это открывается для тебя, то есть не обязательно, чтобы я замыкалась на вот, на аутизм, сегодня позвонили, говорят, фильм будем снимать, от Марка Шагала, до Ирины Марка Шагала сказала, будем снимать, то есть буду сейчас автором сценария, вот писать буду сейчас фильм, да, начну, да, это же интересно, да, то есть вот эта жизненная история, все наши вот перепети, у меня настолько интересная история, если рассказать про мамина, вот эту историю жизни, и дедушки, бабушки, то есть всем интересно, это можно писать большую, такую вот, ну, трилогию, Ира, но если бы, вот второй муж вас хоть раз не поддержал, знаете, как часто говорят своим языком, может отбить тебе руки, были бы такими успешными или нет? очень можно отбить все желания, и комплексы развить в человеке, даже в талантливом человеке, можно развить комплекс неполноценности, потому что есть люди, которые получают большое удовольствие, именно, ну, сами несостоявшиеся, которые, если муж говорит, я горжусь твоими успехами, то таких людей, то есть, я считаю, что он исключением больше даже в жизни, понимаете? Я бы очень многих друзей, так называемых теперь уже, я считаю, что друзья, которые не пережили, то есть, ну, говорят так, медные трубы не пережили, огонь в воду прошли, а оказывается, что значит пройти со мной огонь в воду? Приди и сказать, да, Ирочка, бедненькая, ты болеешь, ничего больше, то есть, не предлагая и не помогая, а вот как бы вот это вот словесное сочувствие ничего больше не вкладывает. Да-да-да, бедненькая, ты вот тяжело дышишь, ах-ох, и вдруг вот эта больная дама становится вот известной художницей, и тебе в лицо говорят, я тебе по-черному завидую, как это пережить? Разве ты друг? То есть, даже предположить ты не мог, что неужели вот эти медные трубы, я же думала, мы вместе будем переживать, они будут за меня радоваться, ничего подобного. Многие не смогли пережить. Но муж за вас радуется. Да, искренне. Дети меня поддержат, но муж это особая статья просто. я почему все это спрашиваю, потому что, честно сказать, меня Бог благословил, и, наверное, мне тоже повезло, потому что вот именно после болезни сына мой муж очень, даже еще намного лучше стал, чем был когда-либо раньше, но на сто процентов поддерживает вот все, что я не делаю. Семь лет писала книгу, тоже же и работала, и время от семьи отбирала. И вот сейчас уже год не работаю, оставила свою работу ради того, чтобы вложить себя вот в эту организацию, в это служение, вот это открытие центра. Просто и кушает, готовит, помогает, и выслушивает. Как-то он говорит, ну, меня не тянет в твои дела, но ему очень интересно. Я говорю, только благодаря ему я могу вот раскрывать себя, свои таланты и достигать каких-то успехов. Ира, вот когда вы, вы когда узнали о нашем служении, о нашей организации Открытое Сердце, было ли это первый раз, когда мы через Zoom с вами встретились в Альянске? Да, и мы услышали, Вам интересно стало? Как запало в сердце, да, да, ну, какая молодец, да. Запало в сердце и поняли, что мы сможем что-то вместе больше сделать. Дело в том, что вот когда объявили, что каждый 37-й ребенок рождается аутистом и на сегодняшний день 240 миллионов, это только тех, кого обследовали, я так думаю, что их же миллиарды на самом деле. Да. Ну, кто в Африке обследует? Ну, кто там в Азии обследует? Все дети обследованы? Нет. В глухих деревнях там, конечно же, нет. То есть на западе гораздо больше и очень много детей не социализированы в обществе. Вас интересуют больше дети-аутисты или есть много детей и даун-синдром и аутизм? Нет, это разные. Даун-синдром это лишний ген, а здесь они живут просто в своем мире, это другие дети. Ни одного нет аутиста, похожего друг на друга. Их нельзя даже объединять в кучку, то есть они такие разные. Есть дети, которые не говорят, дети, которые не ходят, есть агрессивный. И каждый, каждому свой подход, своя программа, свой алгоритм. То есть это очень сложная работа. Поэтому если распыляться, я считаю, тогда ты будешь везде и нигде. Понимаете? То есть если хочешь что-то хорошо сделать, но чем-то надо одним серьезно заниматься, чем вот распылять себя. Я понимаю, что Марк Шагал и писал картины, и стихи писал, но это одно другому не мешает. Я душ принимаю и сама стихи пишу. То есть когда картины нет, вот когда картины, я не могу даже телевизор включать. Я в полной тишине почему-то. Как вы вошли в альянс народов мира? Потому что это именно то, где мы... Оказывается, значит, ну, президент и про меня давно слышал. Он был знаком с моим папой. Он был у нас дома. Но как-то вот мы не соприкасались с ним лично. То есть он говорит, я про вас давно знал, я хотел, чтобы вы вошли, но вот как-то не было. И, наверное, вот ничего случайного не бывает. И когда мы с ним познакомились, у нас мгновенно столько точек соприкосновения оказалось, что он с такими же вот сумасшедшими амбициями, наверное, такие люди только и должны двигать мир, когда ты ставишь перед собой совершенно невозможную задачу, которая даже людям в голову не приходит. Ведь ни одному художнику до этого израильтянину не пришло в голову в арабских странах выставляться. И я сначала просто выставилась, я даже не думала, что это вот так будет. А она сама жизнь мне подсказала уже, как дальше действовать. Интересно очень. Но, честно сказать, мы вошли в альянс тоже недавно. И я глава департамента материнства и детства, но до конца еще не могу понять будущее. Почему мы там? Что для нас имеет? я так полагаю, что если вот эти планы президента будут воплощены, он хочет как бы параллельную создать платформу ЮНЕСКО. то есть в нынешнем виде, вот так же как ООН, так же как ЮНЕСКО, они себя исчерпали, они не работают, то есть совершенно не работающие структуры, которые тянут огромные на себя деньги, и нет никакой отдачи, потому что вы же не знаете куда кидаться, чтобы получить какую-то поддержку. Ну да. Ну хорошо, когда на книгу попали соседи такие добрые, но чтобы открыть центр, чтобы как-то развиваться, и ну это в вашем городе центр, ну они же должны быть повсеместные эти центры, то есть если мы беремся за такую задачу, мы должны показать миру, сколько таких детей, сколько нуждающихся детей, значит мы должны получить какие-то преференции от этого мира, потому что следующий год будет Америка объявлен пандемией аутизма. Что такое пандемия? То есть если раньше это был каждый 50-й ребенок, сегодня каждый 37-й, это какой-то сдвиг ген в генах у нас, и это генетически передающийся из поколения в поколение у аутистов 80% детей рождаются тоже аутистами. То есть вы представляете какой это же вал, это геометрическая прогрессия идет. То есть это уже будет скоро не 30, но каждый 20-й ребенок это геометрия, то есть это идет просто таким валом. Поэтому нам надо общество, чтобы оно было готово принимать таких детей, чтобы мы могли использовать их в обществе, чтобы именно социализировать этих детей, чтобы отдачу от них иметь и на производстве, чтобы они как-то себя могли применить. Они были таким вот грузом, что только на маминых плечах все это вылазило. То есть не уровень памперсов, понимаете, то есть это должен быть ребенок, и у нас и в армии служат аутисты, то есть в Израиле, например, очень большое это уделяют внимания, и надо, чтобы в каждой стране это все было. Значит, и вот мне хочется, например, чтобы каждая страна не была замкнута сама на себя. Где-то больше внимания уделяют, где-то меньше, но нет общей программы, почему мы хотим вот это сделать международным движением. Я не все смогу осилить, но если я сделаю вот это движение со своей стороны, мы его назвали аутстракшн, то есть дети, которые рисуют, чтобы присылали нам картины, мы хотим большие аукционные дома к этому привлечь, чтобы картины продавались, детям возвращались часть детей денег, а часть на эти центры ваши шли, на развитие центров. Я сама тоже хочу благотворительностью заниматься, то есть от продажи своих картин тоже часть отдавать на благотворительность, это я считаю, что это благое дело, это так и должно быть. То есть мы в этом плане с вами должны работать в будущем. Где-то нам эти деньги, оно же не падает как манна небесная. То есть мы сами должны зарабатывать. Значит мы должны искать эти варианты, как мы должны зарабатывать эти деньги совместно. Что могу я, я буду делать. И вы видите в детях особенные таланты в рисовании или же вы ожидаете, что они будут писать стихи, смотря на ваши картины? Они уже пишут, уже не один ребенок пишет. Я хочу сейчас книгу издать, показать, то есть не просто как поэтические сборники свои, а отдельную хочу книгу издать я и аутизм. То есть мои картины, мои стихи, как дети переводят как стихи, как сами сочиняют стихи. Туда пластинку вставить, как они музыку пишут на картины на моей. Это просто поле, которое надо разрабатывать. Оно непаханное поле еще. Ира, я вас слушаю, и мне кажется, вот у меня точно так, один талант раскрывает еще десять, и эти десять еще сто открывают. Человек начинает себя открывать. Я вот даже был у меня момент, это был 2013 год, пару лет после смерти сына, и тоже такой особенный день был. Я вот собираюсь на работу, и у меня конкретно мысль за мысль идет, и я понимаю, что их надо записывать целый день, и даже по дороге, на работе, в машине я записывала вот эти мысли, это были уроки жизни, я их так и назвала. Уроки жизни, уроки жизни, уроки жизни, до вечера писала, и в конце у меня еще большая поэма родилась, но один из уроков я написала, что чем больше ты открываешь себя, чем больше ты узнаешь себя, свои способности, тем больше ты узнаешь творца. Ух ты! Вот в таком смысле, что чем больше ты видишь, на что я способна, вот как-то больше ты даже творца своего узнаешь. у меня в унисон возникло воспоминание. Значит, у меня подружка жила в Астрахани, и она переехала тоже в Израиль. Она врач, папа у нее был знаменитый, профессор, гастролог, гастро, как это называется? Гастролог. Вот, и ее муж, он очень серьезно увлекается кабалой, ну, скажем так, третий человек кабалист. Вот, это очень серьезное учение, а я, ну, с ней на бытовом уровне мы общаемся, как в молодости, подружки, подружки, и она все время, ты приди к нам, книжки какие-то присылала, ну, как-то я этим не очень увлекалась, а когда я стала писать картины, и я посылаю ей, значит, Наташа, посмотри, вот очередная картина, как подружки, вот, она говорит, Ира, а можно я буду твои картины своим друзьям, кабалистам показывать? Ну, почему нет? И вдруг она стала мне присылать даже голосовые от них, вот, реакции, как человек, который далек от Бога, потому что они себя считают, что они приближенные к Богу, а я как бы вот стою в стороне, как он так вдруг интуитивно очень близок к нему, они очень удивляются, не просто там по цветовой гамме, что вот у меня часто фиолетовый там цвет, а этот цвет, вот они считают, что это будет Божий, вот, не только, говорит, цветовая, именно вот ее философия, говорит, она настолько близка им, и они очень удивляются, у нее, говорит, Бог в сердце, вот, вот интересно, да, то есть человек, который, я не занимаюсь этим учением, я к этому не была, они говорят, что вот я интуитивно подошла вот в своих знаниях, в своих пониманиях жизни, именно вот, вот очень близко к ним, вот удивительно, они у меня, будет какой-то конгресс мировой, ну, вот когда пандемия, как бы немножко отступит, они говорят, мы хотим тебя почетным гостем пригласить, вот, на конгресс, а там Мадонна там у них, в общем, это, ну, как-то вот, думаю, такие знаковые очень это люди, думаю, ну, ты, я же, я же ничего об этом не знаю, как вы вот это глубоко так, вот, ну, как они говорят, на интуитивном уровне, ну, быть просто почетным, ну, почему бы нет, вот, гостям, но просто интересно, их, вот это вот, для меня это такое новшество было, и потрясением таким было, думаю, надо же. Ира, можно такой вопрос, может быть и не скромный, но мне интересно, потому что я же тоже расту, да, и вот этот почесный гость, сколько денег обходится вам лично, вот, вот, вот вы говорили, вот эти выставки, вот раньше мы общались сегодня, вы сказали, я большие деньги вложила, даже вот, чтобы за имя. Ну, смотрите, даже просто послать картины, со страхованием, это больших денег стоит. Ну, вот такая выставка, я за участие плачу вам все. Каббалисты вас пригласят, они за дорогу хотя бы оплатят, или вы должны сами... Как-то никто об этом не говорит. Вот меня сейчас, например, один большой священный чин, вот, говорит, а ты не написала бы нам несколько картин? И вот даже вопрос о деньгах, он даже не сказал, вот что это, мы тебе заплатим. А мне неловко спросить, вот, какие у нас отношения, вот. И думаю, ну, а я привыкла, я много дарю. Я сколько подарю? Очень много дарю. Но как-то это, вот, я бы не... Где эти фонды, которые помогают, которые продвигают, которые поддерживают? Ну, я... Муж же один работает, у меня и сын помогает, но так же, вечно же я не могу так вот... Такой объем, какой я на себя сейчас взвалила. А сейчас вот это мероприятие, которое мы очень планируем, очень большое мероприятие в Москве. Это какое число? Ну, мы план... Это пока приблизительное, скажем, число, пока 15 июля. Потому что никто не знает, как с этим ковидом. Сейчас Европа опять закрывается, опять ухудшение. Сейчас там появился этого ковида. И кто знает, то есть боишься уже что-то загадывать в этой жизни. Книга пазл Илюши тоже. Кто-то думает, что Оля миллионы зарабатывает, а я большую часть дарю, копейки зарабатываю, и то, можно сказать, на нулю, если так. Творчество дорого стоит, но это большая цена внутри, в сердце. Это такое удовольствие творить, просто творить и смотреть, как людям ты помогаешь и как изменяются эти судьбы. Вот у меня такая цель, это поддержать человека в трудную ситуацию и вдохновить его из этого приобретенного опыта сотворить что-то прекрасное. Это, можно сказать, миссия служения «Открытое сердце». Да, да. И хочу еще добавить, что вот даже в нашем служении есть Лара Николаева из Белоруссии, как-то мы с ней общались, и она говорит, Оля, у меня столько историй детских написанных, просто лежит. А вот у Тани Московки, у нее девочка очень красиво рисует на компьютере, очень. Я, кстати, сейчас тоже в процессе детской книгопазла Люши заканчиваю, но как-то не очень легко объяснить, почему ребенок умер и куда он ушел, да, на детском языке. Когда мы так общались, и видишь, вот здесь талант еще, тоже ж могла деньги зарабатывать, и вот здесь лежит. А сколько людей, не открывших своих талантов, а сколько художников, не взявшихся за перо. И у меня конкретно рождаются такие мысли, идеи, вот выпустить в мир ряд книг, именно, ну, раскрывающих боль человека и почему, и отвечающих, почему. Например, вот большая семья, и первый ребенок, ну, расслабленный, конкретно слюни текут, не движется, и вся, конечно, нагрузка легла на второго сына. И только в 17-летнем возрасте он читает мою книгу, и тогда он уже начал свою книгу писать, и он написал следующее. На мою жизнь очень сильно повлияла Ольга Нищенко, это мой наставник, читая ее книгу, только тогда я смог увидеть жизнь с другой стороны, только тогда я смог простить моих родителей, потому что он чувствовал, что весь груз на нем, и как бы в жизни, он не видит своей подростковой жизни, так как... Да, у него детство не стало, да. Да, вот когда сын, когда вот брат инвалид, или же вот девочка, а у нее умирает мама, или же кого-то в детстве изнасиловали, или же насилие, разводы, ну, короче, боли много, много боли, да, или второй мальчика, или, ну, второй отец. Часто ребенок, даже взрослый человек, живет с вот этой болью, вот просто с болью, почему это случилось? Вот как-то мне, честно сказать, вот когда вот второй пастор объяснил, что Бог тебя не наказывает, Бог просто дает тебе вот эту жизненную школу, чтобы в будущем ты расцвела, как цветок, и послужила тысяча. Вот меня отпустило, вот как-то я вот, я вот живу и просто творю, да, вот боли нету, все нормально. Больно, больно даже, больно вспоминать то, как тебе сказали, Бог тебя наказывает, и жить после этого не хотелось, да, и вот хочется выпустить ряд вот этих книг наравне с рисунками, как-то и в рисунке показать, и текст написать, правильно, вот этих души исцеляющих книг, потому что, ну, красная шапочка, снегурочка, это уже как-то, мне кажется, в прошлом, а сейчас столько боли в жизни, столько боли, вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, но я бы хотела, чтобы... Это что-то не нравится, что-то... Когда я пишу для детей, то мне хочется, чтобы дети, ну, больше видели, что такое добро и зло, больше такого, чтобы они понимали, понимаешь, вот чисто философски, иногда я просто такие смешные вещи пишу, а иногда, если вот философски, то надо... Я считаю, что просто дети должны знать, что такое хорошо, что такое плохо. Когда ты... Что такое ты, когда лучшую клубничку отдаешь, вот, или что такое плохо, когда ты, не имея ни одной игрушки, воруешь куклу, и тебя, понимаешь, тебя никто не жалеет в этот момент. У тебя сегодня такое горе было, у тебя первая в жизни игрушка. То есть, твое горе, отошло у них на второй план у родителей, главное, а у них, для них был важен вот этот поступок меня наказать. Но не пожалеть, что сказать, что мы расшибемся, но тебе купим эту куколку. Потому что для меня это было что-то такое, это вот впервые у меня была игрушка. Но вы считаете, родители поступили правильно или нет? С одной стороны, правильно, но с другой стороны, они должны же были мне что-то, я же ребенок, когда у одного ребенка 150 игрушек, а у тебя ни одной нет, а ты человечек, который готов папу кормить и последнюю еду отдавать, ты денежку закапываешь, чтобы это дерево выросло, чтобы родителей кормить и бабушек, дедушек. Когда ты вся, вот ты все себя, я соседского мальчика выкормила, правда, он у меня стал в два раза толще, ничего хорошего это я не сделала, но я с точки зрения ребенка, он меня выручал, он кушал хорошо, и я с ним менялась вот в садике, зато я спала, а также нас, если ты не съешь, ты сидишь за столом, пока не съешь. И мы с ним быстро тарелками менялись, он свою быстро съедал, и я ему все, это мы менялись, у меня чистая тарелка, я с чистой тарелкой спокойно шла спать. Для меня это казалось, что это такой подарок судьбы, что со всеми детишками меня положат спать. А так я одна оставалась, вся группа спит, а я одна, значит, вот эту капусту дурацкую гоняю, я все равно ее не буду есть. Дети вставали, ну и я уже тогда вставала, только они с кроваток, а я и застала. Вот, дурые воспитатели, которые так великие. Интересно слушать, и мне кажется, вот эти все истории, если я вложить в ваши детские книги. А мне за это он давал покататься на трехколесном велосипеде, у него было, а у меня-то ничего не было. Ни кукол, ничего, и мне за это, за еду, он давал мне прокатиться. Очень интересно. Ир, спасибо вам огромное. Я с большим удовольствием прослушала вашу историю жизни. И знаю, что еще Бог вам даст много лет жизни, потому что люди, которые творят, мы сегодня с дочерью ехали утром покупать щенка. Два с половиной часа, и я ей сказала, что я ей сказала, я ей сказала, что я проживу до 120. Она на меня смотрит, говорит, мама, ну, с твоими болячками, у меня сейчас очень сильно спина схватила, и я всю дорогу еду и стану, как болит спина, как болит спина. Она говорит, мама, ну, с твоими болячками ты же долго не проживешь. Я говорю, нет, Кристина, проживу до 120, потому что у меня столько идей плавного в жизни, что мне три хранили жизни не хватит, чтобы все это осуществить. И я надеюсь, что люди... Это как у меня, организм за мной не успевает. Да, да, да. Я желаю, чтобы ваш организм поспевал за нами. Да, пожелаем друг другу здоровья и до 120, потому что нам надо очень много успеть еще. А вы знаете, где это до 120? Всегда в Израиле так говорят. До 120, как молодой. Да, но это же в Библии так написано. Бог сказал, сделаю... Это в Торе на всякий случай. Это еще... Берите старше, да, да, да. Да. На 3781 год берите старше. Сейчас в Израиле 5781 год. Да. Да. Поэтому это вот столько лет назад это было сказано как молодой. Вот это как молодой мне очень нравится. То есть, чтобы мы не были лежачими вот такими вот овощами, деятельными. Ну, знаете, вы человек очень радостный, идейный, и вот с вами так легко общаться. А есть люди заумные, с которыми просто скучно. Да, да, есть скучно. Да. Вот я не знаю, что это. Ну, наверное, душа такая вот. Да. А картины все такие философские, вот, нет веселеньких. А в жизни вот хулиганка. Ну, вот вы говорите, наверное, душа такая. Это что, Бог такую душу спускает с неба? Я думаю, да. Скучно? Специально? Разных. Разных. И каждый должен же свое найти, вот свой путь. Но ведь было бы скучно, если бы вот тысячи таких бы Ир или тысячи таких бы Оль ходила. Ну, мы все разные должны быть. Вот в сравнении мы и хороши. Ведь кому-то нравится вот такая вот, ну, серая мышка. Ну, кому-то же она тоже подходит вот. А муж мне говорит, я тогда, я горд за тебя, когда я вижу, как ты нравишься мужчинам другим. Я говорю, у тебя нет совсем ревности. Он говорит, я так горжусь. А какой ваш муж характером интересен? Он мудр, да. Он говорит, я знаю, что ты на других мужчин все равно не будешь смотреть. Поэтому, когда вот мне куча дифференций, через день там предложение замуж выйти, это вот цена вот этой известности. Это же это тихий ужас просто, что только не творится у нас. когда тебе король Нигерии предлагает замуж и привозит дипломат бриллиант. Конечно, он выкуп, он Колым привез. А вот вы сказали. Я спряталась, конечно. Муж все знает. Он пришел к нам в галерею со всем своим двором. Ну, молодой мужик лет на 10 моложе меня. и пропал. То есть вот час. А ему надо было переходить границу. У них же там по времени все. То есть если в час он должен был. И час уже проходит, и два проходит, и три. А мы его никак выкурить не можем из этой нашей галереи. Уже полиция приехала, которая на границе говорит, слушайте, вы что тут его держите? Да мы не держим. Вот он прилип ко мне и он я приеду, я тебе делаю предложение. Ну, я думала, жутко. Ну, пошутили. Ну, в таком возрасте. Рядом стоит, что ли? Муж рядом стоит? Нет, муж дома, но он на работе был. Я вечером прихожу домой, ему говорю, что, значит, мне предложили вот замуж. И он говорит, и что? Я говорю, ну, как что? Я говорю, у меня подчиненная, она говорит, мы просто так ее не дадим. Вы знаете, она у нас золотце. Она говорит, сколько весит ваше золото? Она говорит, ну, давайте так, ну, килограмм 60. Ну, давайте так, на всякий случай побольше. Ну, давайте 70. И она с ним еще торговалась, сколько, значит, килограммов золота. Ну, что на это ты можешь сказать? Ну, дурь, дурь. Через два месяца он уже без всякого двора один приехал с дипломатом, с бриллиантами. Я когда увидела, а раньше у него такой посок был, какой-то хвост меховой, вот такая национальная одежда цветная, весь двор таких цветных. А это приехал черный костюм, белая рубашка, галстук, булавка. Я смотрю, говорю, это ж он, это ж король, наш королек. Вот. И я говорю, я прячусь. И я, значит, там, где у нас подсобка такая вот, я там сижу, астматик, без кондиционера летом, вот. А он, значит, где моя Ира? А у нас там продавщица есть в бриллиантовой фабрике, одну ему выводят, там 18-летняя девица, говорит, это не моя, уводят. Вторую приводят, постарше, не моя. Моя Ира где? Ну, в общем, сказали, что я уехала в Россию, не знают, какой у меня номер, телефон, и все. А муж говорит, какой я дурак, я все хотел, чтобы ты похудела, я тебя откармливать буду, что нам 65 килограммов золота, пусть двойной вес дает. Ира, размешила, размешила, да. Ирочка, мы тогда где-то через недельку еще раз встретимся, запишем следующую тему, о чем мы поговорим. Вы говорили, что нам надо три видео записать, три темы у вас. Ну, я думаю, я покажу картины вам. Я хочу, чтобы вы сами увидели глазами и людей, которые как бы обычные люди. И следующую тему, я думаю, мы с вами уже про аутины, как глазами аутистов моей картины. И сравним ваше видение и их видение. вот это будет очень интересно, потому что действительно, можем ли мы с вами вместе жить в этом мире? Обычные люди и аутисты. Есть ли у нас точки соприкосновения? А если есть, как мы их должны искать с вами? То есть, это как раз мы покажем с вами путь, по которому надо идти исследователям. Потому что вот это вдруг неожиданно получилось, но настолько интересно, что вот оно так жизненно и случается, что вот все великое, но яблоко это на голову должно кому-то было упасть вовремя. Просто надо было находиться в этом месте в это время, что показали вот детям мои картины. А потом мы уже специально стали и уже целый вот сейчас уже у нас уже такой объем набрался этих вот опыта этого, что когда мои картины, как влияют на детей, что они вот свое творческое начало сами начинают уже показывать. Кто-то музыку, кто-то сам пишет, а кто-то стихи пишет. Ира, представьте, лет через пять мы опять встретимся и будем смотреть назад, что же произошло за эти пять лет. Ого, сколько мы еще тогда натворим. Через ваши картины, вы представляете? Я честно сказать, сейчас очень занята, но раньше очень сильно любила выходить в эфир и рассказывать, как Бог вел меня последние полгода или последний месяц, или последний год. А вот когда я писала книгу, это очень сильно научило меня оглядываться назад и смотреть, что, где, когда происходило. Когда я писала книгу, я очень много о себе узнала, о своих корнях, о своей семье. Это очень интересно. И люблю подводить итоги, и люблю, конечно, всю славу отдавать Богу. Поэтому через пять лет мне интересно, как мы посмотрим с вами назад наш совместный проект, что Бог сотворит. Представляете? Я думаю, сотворить будете вы, а он пусть своим благим взором просто вас окрыляет, чуть-чуть подталкивает. сильно-то подталкивать вас не надо, Оля. Вы и сами впереди планеты всей будете бежать. Но вот чтобы хотя бы таким благостным, чтобы он взором на все на это смотрел. Потому что препятствий очень много в жизни дает. И лишних уже не надо, когда ты уже понимаешь, что ты к какому-то возрасту подходишь, и тебе не так-то уж много впереди осталось. Хочется, чтобы этих препятствий было как бы поменьше. Ира, мне хочется задать такой вопрос. Вот вы как наставник, можно сказать, для нас, для меня, для нашей организации. Человек уже с огромной жизнью. Я передачи вела такие, которые помоги себе сам, тема была. Это очень интересно. На все русскоговорящие страны была эта передача. вот высшим, я считаю, был высший пилотаж, когда человек, который создатель этой передачи, позвонил мне и говорит, у меня очень большая проблема в жизни, помоги мне. Это в приватной уже беседе, это не в эфир вышло. То есть он посмотрел, были вопросы людей, я отвечала, были, то есть я рассказывала, потом вопросы были, и значит ему пришло писем, говорит, пожалуйста, мы хотим с этой женщиной еще действительно получаем от нее дельные советы. и вот когда личная была просьба этого человека, мужчины, мужчина, который уже многого достиг, вот, в семье у него получилось так, что жена не заметила его роста. она была из очень успешной семьи дипломатов, она сама кончила МГИМО, то есть дипломатический этот институт, то есть если ты маршал, у тебя тоже внуки будут маршалы, то есть это все шло по нарастающей, она должна была большую карьеру, и вдруг она на каком-то моменте она останавливается, а он идет в гору, и она это не замечает, она по привычке на него смотрит теми глазами, когда ты неудачник, ты второй сорт, а я-то вон из какой семьи, а я-то сама вон какая, и она когда каждый день все это притирается, все это размывается, вся эта картина настоящая, и она не заметила, что он стал очень самодостаточным человеком, очень интересным, он закончил несколько институтов, и в общем она просто это не замечала, она же велика, она же королева, понимаете, и он говорит, какие мне шаги сделать, уже большая пропасть между ними, но они не разводятся, 9-летний ребенок, и он говорит, да я бы не хотел, но как изменить, и я сумела переломить эту ситуацию, и когда вот он меня благодарил, он говорит, у меня получилось, я говорю, мы делаем с тобой совершенно неординарные завтра, не завтра, а прямо сегодня шаги, то, что она от тебя не ожидает, у нее замыленный ожидает каких-то архи каких-то поступков, а мы с тобой возьмем и сегодня вот сделаем совершенно то, что она от тебя и не ждала таких вещей, и эти вещи, как ни странно, очень мелкие, не надо там покупать дорогие машины, дорогие бриллианты, шубы, совсем не в этом, надо было просто на себя обратить внимание мелочами, ведь что такое жизнь, жизнь у нас состоит из мелочей, мы редко совершаете очень крупные поступки каждый день, да, вы к своей книге семь лет шли, то есть семь долгих лет, это каждый день глава, каждый день какой-то семь долгих лет, то есть и это был, ого, когда все это закончилось, но этот, если этот огромный поступок по времени распределить, то каждый день это маленький шажочек, в семье маленький шажочек, почему я всегда говорю, вы никогда не ждите праздников в жизни, вот молодым, когда я делаю наставление, я говорю, ребята, от вас зависит, будет интересная жизнь или нет, совместная жизнь, если ты научишься себе сам делать праздники, то ты будешь, все будут тебе завидовать, почему, и все будут к тебе как-то вот очень и стремиться к тебе в компанию попасть, потому что ты разнообразишь жизнь сам, и не жди никогда ни от кого этого, я всегда на Новый год всегда делаю какие-то вот сюрпризы, всегда пишу целый сценарий и разыгрываю, то у нас Оскар и мы, то у нас собрание в деревне, то у нас в тюрьме, в камере собирается сходка бандитов, и это так смешно можно делать, это так интересно, главное уметь вовлечь, то есть я когда объявляю, никто не знает какая будет тема и какой мы спектакль разыгрываем, и люди когда, и все, все умеют, то есть вот большой-большой человек, он себя считает большим-большим начальником, и вдруг я говорю, а сегодня ты у нас главный главарь вот этой бандитской шейки, и вот человек падает в обморок, я, но потом мы его всего расписываем, как вот он положен, вот совсем, и он играет эту роль с таким азартом, вот, а завтра он у нас подметать будет улицы, вот, а король будет совсем другой, вот, то есть надо уметь вот этого большого человека, вот, то есть это так на примере, то есть и так с любым, вот, главное суметь вот это вовлечь, ну, вот я каждый раз что-то вот такое вот вытворяю, вот, придумываем, и с мужем, и мы вместе это все делаем. Даже аж не верится, это как, это посол мира, да, вот такое вытворяется. Ну да. Ир, хочу услышать от вас какое-то благословение в свою сторону, потому что очень огромный труд совершаем, очень много вкладываем, даже своих денег, время, и за это, можно сказать, мало что имеем. Вы услышали вот это о нашей организации, вы видите, где мы находимся. Хочу просто... В начале пути, я хочу сказать, Оля, в начале пути, но в такого правильного, большого пути, пусть светлый путь будет, пусть он, вот будет как можно больше людей, которые вас понимают, которые вас слышат, которые захотят прийти под ваше крыло, потому что они будут опекаемы вами. Чем больше ты будешь крылья свои расправлять, тем больше будет под твоим крылом людей, которых ты правильно вот сумеешь на правильный путь направить. И это будет у тебя такой большой вот этой базой, у тебя такой фундамент вырастет из этих твоих единомышленников, что ты сможешь свернуть одна в поле не воиноль. Ты понимаешь, тебе надо обязательно много-много единомышленников, то есть людей, которые поверят в тебя, которые сумеют понять твое вот это вот, что надо бросать в море, помнишь, как я говорила, и не ждать в ответ ничего. Но оно придет. И оно придет, обязательно придет. И тогда вот в ответ вот действительно и какие-то пути откроются, и какие-то фонды появятся, и, наверное, мы вот вместе, я так думаю, вот Альянс народов мира, если все народы мира вот это вот поймут, что надо действительно реорганизовать всю нашу жизнь, просто реорганизовать, что очень много сейчас уходит в песок идей, денег, стремлений, вот этих, вот столько в пустоту, все не туда уходит, просто на содержание даже просто какого-то аппарата, а на добрые дела уже не остается. Как нам поддержать эту молодежь? Ты понимаешь? Я верю, что перемены придут, вот честно сказать, последнее. Оно должно, если, ну если мы не будем стараться, не будем поддерживать, оно же ничего и не будет. Если мы эту новую площадку ЮНИСЕФа сейчас поднимем, то это будет очень большое дело, потому что, ну нельзя в этом заскорозлом мире уже жить, оно там тупиковое, просто уже вот идет линия, ты понимаешь? Знаете, Илья, никогда-то что-то молилась, как в прошлый год, вот целый год последний, я всегда молюсь, в Божьей стиле этот мир от боли. Я раньше даже не чувствовала этой боли, не видела, но когда прожила, я поняла. Я, я, я также говорю, наша цель поднимать сильных лидеров, которые могут поднимать вот эти центры, эти проекты и покрывать мир любовью. Ну дай Бог, чтобы глаз не в пустыне, чтобы твой был, чтобы вот не глаз выпиющего в пустыне, как вот есть выражение, а чтобы тебя услышали, понимаешь? Может быть, и я скоро послом мира стану, и что же за добро? Да. А глаз выпиющего в пустыне, он же тоже неплохо делал. Нет, ну понимаешь, это же, я же говорю, за то, чтобы как можно меньше было препятствий, вот за это. Да, и конечно, упираешься в все, что если нет у тебя финансов, далеко не проедешь, но слава Богу, такая сила поднимается, особенно женщины, это ого-го воины какие, и даже за деньги, не за деньги, они все равно прут вперед, и они вперед-вперед, центр открываем, у меня иногда бывают моменты, руки-ноги трусятся, но поддержка большая, и вот уже международного служения, нас человек, наверное, ну если взять всех остальных, человек 30-40, я думаю, и здесь по месту человек 10, который близко со мной работает, но очень много людей со всего мира, которые поддерживают, поэтому и нам Бог встречу дал, я считаю, не напрасно, и Альянс, и до конца не понимаем, но мы движемся вперед, как танки. И это правильно, мы на правильном пути, да. У нас все получится, да. С Божьей помощью, да, да. Ир, я вас тоже благословляю, я имела большое удовольствие поговорить с вами, очень люблю слышать людские истории, даже вот за эти три года, когда я веду вот эти авторские программы, я столько учусь, я первая. Это, кстати, очень хорошо, мне муж говорит, ты умеешь учиться, это он говорит, я тебе говорю, большой комплимент, потому что не все люди умеют учиться. Ну, знаешь, как это, надо на чужих ошибках, там, вот, мало кто умеет на чужих ошибках учиться. Пока сам человек себе не набьет шишки, я так думаю, ничего-то он не стоит. Ну, знаете, я начала делать эти программы, вот именно истории жизни, я никогда не понимала, что я делала, но так пошло, и я просто хотела сказать, что нашими историями мы дарим людям надежду, потому что правильное слово, сказанное, услышанное вовремя, меняет жизнь к лучшему. Да, согласна. Я верю, ваша история сегодня в ком-то всколотнет приятные воспоминания о тех далеких годах, время дедушек, бабушек, может кто-то с большими погонами вспомнит свою жизнь, свои должности, может художник, писатель, я думаю, мы сегодня очень много выпустили в мир хорошего, и верю, что эти слова, которые мы сказали с вами вместе, они сотворят великий плод. И это будет так. Да. Ну, хорошо, будем прощаться. Вы пишете мне фотографии, я добавлю в конце этого видео, люди смогут увидеть, можно и фотографии детства, и родителей, и ваши внучки в короне, потому что вы знаменитость, вы знамениты на весь мир, и теперь вы будете и знамениты в служении «Открытое сердце», и в программе «Открытое сердце», и в Америке, и кто его знает, что будет дальше, правильно? Ну, конечно, никогда не знаешь. Пути Господни неисповедимы. Кто бы сказал 20 лет назад, что я буду в Израиле, что я буду писать стихи, буду писать картины, буду воспитывать внучку, и вот все это вот, потом пойду в международные отношения в таком-то возрасте, все это оказывается возможно. Моя мечта очень сильная – жить в Израиле. Я не знаю, как это объяснить, но до этого я была там, я прямо, ой, это невыслимое чувство, но до этого у меня мечта побывать по всему миру. Тоже хорошее дело, да? Посмотрим, посмотрим. Хорошо, Ирочка, будем прощаться? Да. Огромное за Ваши... Не забывайте, у меня в Нью-Йорке 34 картины сейчас находятся. Где именно? В Нью-Йорке, в Галилее, на Пятой Авене, по-моему, у меня. Моя мечта туда поехать, и когда я туда поеду, обязательно постараюсь зайти. Ну, я думаю, что мы еще сделаем выставку, чтобы второй раз уже не везти, где-нибудь в Майами мы сделаем выставку с вами. Но я живу между Нью-Йорками, между Майами. Вот как раз, да. Я так думаю. У нас уже центр свой есть, мы вам бесплатно комнату предоставим. Ну, это давайте обсуждать уже не на эфир, а уже будем, да, дальше. Хорошо. Хорошо. Друзья, спасибо всем, кто слушал историю Ирины. Очень вдохновительная история жизни. Как же мы ее назвали? Птица Феникс. Птица Феникс. И что это значит? Возвратилась. Да, отрождение из пепла. отрождение из пепла, и это получается талантище из талантища родилось в этом пепле. Правильно, Ирина? Ну, получается так, да. Когда в тебе это не чувствуешь вот такого вот. У меня раньше мама как-то вот в семье была такая зажигалка, вот, и я как-то была в тени, а когда мама не стала, вот, пришлось вот этот вот, эту эстафетную палочку брать в свои руки, и надо сказать, что получилось. Да. Ну, я очень вами горжусь. Хорошо. Все, добавим фотографии в конце, и также пришлите мне вашу любимую песню. Хорошо. Спасибо всем, кто нас слушал. Доброго. Просмотрите это видео до конца, просмотрите все картины Ирины, и, конечно, мы будем очень благодарны за все ваши отзывы под этим видео. Не забудьте поделиться, и если у вас есть какие-то связи, идеи, как мы, творческие люди, можем открывать фонды и делать великие дела на весь мир, поддерживать тех, кому трудно, кому больно, особенно семьи с детьми и аутизма, и быть наставниками для художников, для писателей, просто вдохновить этих людей, не бросать феру, а все-таки открыть свои таланты. Мы будем, конечно, всем благодарны за любую подсказку, правильно, за любое благословение, и, конечно, мы ищем спонсора. Если у вас есть миллионы денег, которые вы не знаете, куда пустить, можете пустить проекты, в альянс народов мира, я не знаю, они нуждаются или нет, но я лично нуждаюсь в служении открытого сердца, можете в наш центр тоже это пустить, правильно? Конечно. А как в свое время откроют свои источники? Ну, если, да, если в такой пандемии, как сейчас мы ковид пережили, и еще сейчас уже идет аутизм, считается, пандемией, ребята, только все вместе, вот только объединившись все вместе, мы сможем это победить. Аминь. Если вы не хотите, чтобы мы потеряли этот мир, вот. Потому что даже на исследования ученых, где этот ген прячется, что вот дети рождаются просто с другим пониманием мира, им очень тяжело в наш мир входить, это же тоже надо понимать, что даже на эти исследования сколько денег надо? А родителям специально А родителям помочь? Все остальное, да. Да. То есть это все надо очень большие вложения, и душевные, и материальные, это все очень огромные вот вложения нужны. Может быть, мы на эту тему поговорим на следующий раз больше. Да. Какие вложения нужны, какие у нас планы. Да. Про программу поговорим однозначно, да. Да. Как социализировать детей. Люблю повторять, что Бог не даст тебе, пока ты не будешь готов принять. Поэтому, может быть, мы на следующий раз распишем все наши цифры. Да, я попробую про программу более интересно рассказать, более подробно, чтобы мамочки, те, которые уже знают, через что им придется пройти, будет легче тогда, когда ты знаешь, как этот алгоритм работает. Да, да. Хорошо. Ну все, Ирина, будем прощаться. Да. До свидания. Встреча, благословения вам. Спасибо за ваше время. Спасибо за ваше большое сердце. У вас который час? У нас полшестого. Вечера. Нужно прийти в муж с работы, мне надо идти. А у меня полперого ночи. Спокойной вам ночи. Спасибо за ваше время. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok